...эффициентным, стратегическим видом сырья, востребованным в экономике будущего. Все это не только гарантия ресурсного суверенитета страны, но и основа для производства новых материалов, микроэлектроники и перспективных источников энергии. Для продвижения отечественных экологических, природосберегающих технологий и научных разработок. Для создания качественных рабочих мест. Реализация на новом уровне естественных конкурентных преимуществ Дальнего Востока и всей России. Чтобы увеличить объем геологоразведки, у нас запущена фронтальная стратегия. Она называется красивая геология возрождения легенды. Я прошу правительства предусмотреть в ней отдельный раздел, посвященный изучению недр Дальневосточного региона и приступить к подготовке такого же раздела для Сибири. Перспективы Дальнего Востока, а также Арктики, конечно, связаны не только с освоением месторождений природных ресурсов, которые востребованы, безусловно, но и в отечественной промышленности и за рубежом. Повторю, мощная сырьевая база экономического развития, которую мы закладываем, позволяет нам идти вперед, увеличивать глубину переработки ресурсов. Как говорят специалисты, наращивать добавленную стоимость на отечественных предприятиях, в том числе и, прежде всего, конечно, на Дальнем Востоке. Вот это главное. Для этого необходимо постоянно улучшать условия для ведения бизнеса в макрорегионе, удерживать их на глобально конкурентоспособном уровне, обеспечивать длинное и дешевое финансирование инвестиционных проектов, доступное как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных производственных компаний во всех сферах и отраслях, территориях и районах. Как вы знаете, мы запустили на федеральном уровне кластерную инвестиционную платформу. Этот механизм предназначен для финансирования масштабных системно значимых проектов, прежде всего, по выпуску материалов, комплектующих и готовых изделий в обрабатывающей промышленности. В текущем году в рамках инвестиционных платформы, этой платформы должны быть профинансированы проекты приоритетной продукции, выпуска приоритетной продукции на сумму не менее 2 триллионов рублей. Я прошу правительства дополнительно нацелить этот инструмент именно на задачи развития дальневосточной экономики, на то, чтобы здесь появлялись более сложные производства с современными, хорошо оплачиваемыми рабочими местами. Необходимо двигать проекты, которые требуют крупных, многомиллиардных вложений. Они, в свою очередь, становятся точками притяжения для смежных секторов, для строительной индустрии, сервисных компаний и производителей оборудования для малого бизнеса. Что бы еще хотел подчеркнуть? Нефть и газохимия, металлургия, машиностроение, другие секторы обрабатывающей промышленности – все это энергоемкие производства. Однако, и об этом тоже нужно сказать, сегодня большинство дальневосточных регионов, которые, как уже сказал, строят жилье, открывают новые производства и индустриальные площадки, все еще сталкиваются с нехваткой энергетических мощностей. И это, конечно, проблема. Масштабы проектов, которые мы реализуем на Дальнем Востоке, требуют такого же масштабного обновления дальневосточной энергосистемы. При этом здесь есть по-настоящему уникальные условия для развития экологически чистой, гидро-, атомной и возобновляемой энергетики. И прошу правительства вместе с нашими крупными энергокомпаниями, деловыми кругами подготовить программу развития энергетических мощностей на Востоке. Она должна быть рассчитана на длительный срок, до 2050 года, чтобы максимально расширить экономические возможности наших дальневосточных территорий. Также прошу правительства разработать механизмы проектного финансирования этой стратегической программы. Далее. В наших планах связать между собой газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», а затем включить их в единую систему газоснабжения страны. То есть решить, по сути, не побоюсь этого слова, историческую для нашей страны глобальную задачу – интегрировать в одно целое газотранспортные сети Запада и Востока Российской Федерации. Наряду со строительством газопровода «Сила Сибири-2» это позволит нам не только гибко работать на мировых энергетических рынках, что сегодня востребовано, как мы знаем, но прежде всего существенно расширить программу газификации Бурятии, Забайкальского края, других дальневосточных регионов, дать промышленности здесь, на Дальнем Востоке, дополнительные ресурсы, обеспечить города и поселки экологически чистым топливом. При этом для газификации Камчатки будут использованы возможности терминала сжиженного природного газа, который вот одну из наших компаний уже создан. Это направление у нас активно развивается, в том числе в Арктике. После успешного старта проекта «Ямал-СПГ» запущен новый масштабный проект по строительству сжиженного природного газа в Заполярье. Имею в виду первую технологическую линию проекта «Арктик-СПГ-2». Она уже находится в районе добычи и ведутся пусконаладочные работы. Отмечу, что сама эта линия, по сути, представляет собой плавучий завод по сжижению природного газа. Он не имеет аналогов в мире, можно об этом смело сказать, и опирается именно на российские технологии и мощности. Производится Муромским центром строительства крупно-стоннажных морских сооружений. К 2030 году производство СПГ в арктической зоне России должно вырасти втрое, до 64 миллионов тонн в год. В этой связи принято принципиальное решение о выпуске на базе Муромского центра новых линий СПГ для работы на арктических месторождениях. Конечно, это внесет огромный вклад в развитие наших северных регионов, в укрепление технологического сандеринитета России. Мощный центр производства СПГ планируется создать и в самой Мурманской области. Вынужден об этом тоже сказать, хотя это вроде напрямую не относится к Дальнему Востоку. Но для его снабжения будет построен газопровод Волков-Мурманск-Белокаменка. Я очень надеюсь, что наша компания, сейчас не буду вдаваться деталей, договорятся между собой при посредничестве правительства, кто и как будет строить этот важный инфраструктурный объект. Он очень важен и для города Мурманска, и для поселков Мурманской области и Карелии. Для поддержки деловых инициатив и в целом для экономики Арктики и Дальнего Востока, их жителей, важны транспортные проекты. Нужно расширять действующие логистические маршруты и открывать новые коридоры перевозки грузов. Особое место в этом ряду, конечно, занимает развитие Северного морского пути. В прошлом году по нему прошли 34 миллиона тонн грузов. И в ближайшие годы грузопоток этого глобального транспортного коридора будет только расти, что требует опережающего строительства современного ледокольного флота, модернизации арктических портов и их инфраструктуры. К 2030 году грузопоток арктического бассейна. Если в прошлом году она составила 123 миллиона тонн, то к концу десятилетия должна выйти на уровень 252 миллиона тонн. В том числе за счет строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов уже к 2027 году планируется существенно увеличить мощности Мурманского порта. С нынешних 56 миллионов до 110 миллионов тонн в год. Мы продолжим модернизацию БАМа и Транссиба. Темпы здесь нужно, безусловно, наращивать. В том числе с помощью механизмов концессии привлечения частного капитала для строительства мостов, тоннелей и путепроводов. Сейчас только мы этот вопрос обсуждали с коллегами-модераторами соответствующих сессий. В этой связи отмечу, что по инициативе частных инвесторов прокладывается Тихоокеанская железная дорога, возводится новый порт на побережье Охотского моря. Это позволит задействовать ресурсы Якутии и северо-Хабаровского края, обеспечить прямой выход на рынки АТР. Наши крупные компании, строя сейчас новый морской порт на Таймыри, модернизируют железнодорожную магистраль Пангады-Надым на Ямале. И таких примеров много, когда бизнес вкладывается, что называется, в долгую, в логистические, транспортные, энергетические проекты. Строительство железных дорог и автомобильных трасс, морских терминалов и аэропортов. Я прошу правительства, коллег в регионах активно опираться на этот ресурс, чтобы и государственные, и частные вложения давали синергетический эффект для обновления инфраструктуры, социальной сферы, пространственного развития регионов, да и страны в целом. Уже обращался к нашим предпринимателям, которые из... многие из которых столкнулись с определенным прессингом со стороны отдельных партнеров. И хочу еще раз сегодня повторить. Надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в Россию. Как в масштабные, амбициозные инфраструктурные проекты, так и в локальные, но не менее важные проекты городского развития туризма. И мы видим, что происходит с капиталами, как они и куда двигаются. Совсем недавно мы открыли участок скоростной автомобильной дороги от Москвы до Арзамас. К концу текущего года трасса дойдет до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени. Хочу сегодня сказать, что мы, безусловно, продолжим этот масштабный проект. Скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана. Будет сформирован единый транспортный коридор России от Санкт-Петербурга до Владивостока. Он послужит основой для развития туризма, для связи логистических, аграрных и производственных центров. Даст импульс предпринимательству, обновлению городов и поселков. Отдельная тема – развитие авиационного сообщения Дальнего Востока с Европейской частью России, а также повышение прямой связанности дальневосточных регионов между собой, чтобы людям не приходилось летать к соседям через Москву или Сибирский аэропорт. С этой целью, как вы знаете, мы создали единую дальневосточную авиакомпанию. Ее наиболее важные маршруты субсидируются государством. Таким образом, цена билетов становится доступнее для граждан. Появляются дополнительные возможности осваивать новые направления перелетов, в том числе и местные. Предлагаю поддержать эту, безусловно, важную работу, перевести ее на системную основу. И прошу правительства до 1 марта будущего года подготовить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри дальневосточного региона. Он должен охватывать строительство новых и модернизацию действующих аэропортов, улучшение стандартов для работы малой авиации, поставку отечественных самолетов и вертолетов. И, конечно, повышение доступности авиаперелетов, прежде всего, за счет уменьшения расходов авиакомпании на лизинг воздушных судов. Точные параметры и целевые ориентиры здесь еще предстоит определить. Но, думаю, будет верно поставить такую планку, чтобы к 2030 году пассажиропоток на внутренних рейсах Дальнего Востока вырос не менее чем до 4 миллионов человек в год. Уважаемые коллеги, важнейшая интегральная цель наших планов, которые мы реализуем в экономике, в транспортной сфере и инфраструктуре Дальнего Востока, состоит в том, чтобы повысить качество жизни граждан, создать комфортные современные условия для учебы и работы, для отдыха и воспитания детей, добиться устойчивого прироста населения в дальневосточных регионах России. Для этого запущен целый ряд механизмов, включая программу «Дальневосточный гектар». Больше 119 тысяч человек получили земельные участки для ведения бизнеса, открытия производств и туристических объектов для строительства собственного дома. Здесь, напомню, поставлены задачи. Уже этой осенью нужно подготовить нормативную базу для поддержки индивидуального жилищного строительства по всей стране. Речь идет о применении счетов из крови, как при возведении многоквартирных домов. И это позволит дополнительно защитить средства граждан, а также создать возможности для привлечения ипотечного кредита на постройку собственного дома. Я обращаю внимание коллег из правительства. Механизмы должны быть разработаны до конца текущего года. Причем, повторю, по всей стране, включая и дальневосточные регионы. Отмечу, что на Дальнем Востоке предложены специальные условия по ипотеке. Сумма до 6 миллионов рублей, срок до 20 лет. Ставка 2%. С помощью этого инструмента более 78 тысяч семей уже приобрели или построили новое жилье. Предлагаю скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, повысить ее привлекательность. Мы вчера с коллегами тоже об этом говорили. А именно, поднять верхнюю планку кредита до 9 миллионов рублей для тех, кто желает приобрести свое жилье площадью свыше 60 квадратных метров. И таким образом, у семей будет больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства собственного дома. Добавлю, что изначально дальневосточная ипотека была рассчитана только на молодые семьи. Но в прошлого года такой кредит могут получить все учителя и врачи, работающие на Дальнем Востоке. Предлагаю сделать следующий шаг и вновь увеличить охват этой программы. Сделать ипотеку по 2% доступной и для сотрудников дальневосточных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Подчеркну, именно для всех работников ОПК на Дальнем Востоке, независимо от их возраста, семейного положения. Так же, как это мы сделали для врачей и учителей. Далее. Мы предложили особые механизмы для развития жилищного строительства, включая так называемый дальневосточный квартал, когда компании, ведущие комплексную застройку, получают льготы резидентов территории опережающего развития. В результате уже на этапе проектирования вместе с жильем закладывается комфортная городская среда и социальная инфраструктура. Детские сады, поликлиники, спортивные комплексы и так далее. В том числе, с помощью механизмов дальневосточного квартала строится город-спутник Владивостока. Здесь в современных условиях будут жить около 80 тысяч человек. Добавлю, что для комплексного развития социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке введена так называемая президентская субсидия. В рамках этой программы уже построены, отремонтированы и оснащены оборудованием более полутора тысяч объектов во всех дальневосточных регионах. Это что это такое? Это школы, больницы, спортивные залы, физкультурно-оздоровительные комплексы, дома культуры и так далее. Назову несколько объектов, которые были сданы в последнее время. Это кардиососудистый центр в Якутске, центр ядерной медицины в Улан-Удэ, центр игровых видов спорта и единоборств в Комсомольске-на-Амуре, построено жилье для работников социальной сферы на Чукотке, открылся парк-маяк на берегу Охотского моря в Магадане. Отдельное большое направление работы, которое мы запустили, касается обновления 25 агломераций и городов Дальнего Востока. Сейчас не буду их перечислять, вчера мы публично обсуждали этот вопрос. Города должны получить новый облик на основе качественных проработок мастер-планов с учетом тех проблем и преимуществ, которые у каждого города свои. Мастер-планы в целом подготовлены, мы вчера говорили об этом. Нужно доработать их, определить источники финансирования и как можно быстрее двигаться вперед. В реновации городов нужно активно задействовать механизм Дальневосточной концессии. Кроме того, предлагаю в ближайшие три года направить на приоритетные мастер-планы дополнительные ресурсы и вчера еще поручил правительству доработать все эти механизмы. А в дальнейшем посмотрим на возможности увеличения этого финансирования на период до 2030 года. И, конечно, нужно уделить особое внимание муниципальным образованиям, в том числе небольшим. Так, в рамках программы «Тысяча дворов» в прошлом году обустроено 1245 общественных пространств. По итогам тех года к ним добавится еще 562. Безусловно, нужно продолжить эту работу. Что здесь хотел бы подчеркнуть? В свое время мы приняли решение, по которому во всех наших ключевых программах развития есть специальный дальневосточный раздел. За счет этого набран хороший темп государственных капиталовложений. Именно в проекты Дальнего Востока. Этот уровень, такую динамику, такие дальневосточные приоритеты госинвестиций обязательно нужно сохранить. И еще. Дальний Восток должен быть не только территорией, опережающей развитие экономики, социальной сферы и городской среды. За этими планами и проектами нельзя упускать из виду заботу об уникальных экосистемах, о сохранении сотен редких видов растений и животных. Кстати, в рамках нынешнего форума впервые прошел международный форум «День сокола», посвященный сохранению и увеличению популяции хищных и редких видов птиц. Я хочу поблагодарить наших друзей, коллег из Ближнего Востока. Они уделяют этой теме повышенное внимание. Мы, конечно, будем, уважаемые коллеги, с вами работать и по этой чисто гуманитарной, но очень интересной теме. На Дальнем Востоке более 60 особо охраняемых природных территорий федерального значения. Многие из них объекты всемирного природного наследия. Это озеро Байкал, Ленские столбы, заповедник Остров Врангеля, вулканы Камчатки и так далее. Это неотъемлемое национальное богатство, но в то же время это достояние всей планеты. И мы обязаны его сберечь и одновременно предоставить возможности для научных исследований, для образования и отдыха детей, молодежи, чтобы российские туристы и наши гости из-за рубежа могли познакомиться с прекрасной природой Дальнего Востока. Уже говорил, что российский Дальний Восток должен стать площадкой для отраслей новой экономики, включая развитие туризма в национальных парках Приморья, Хабаровского края, Якутии, Бурятии, Камчатки и Курил, да и в других регионах. С 1 сентября вступил в силу закон, который создает цивилизованные условия, нормативные рамки для экотуризма, формирует базу для раскрытия научного и туристического потенциала охраняемых территорий. Важно, чтобы они были обеспечены инфраструктурой. В этой связи предлагаю в следующем году выделить дополнительные ресурсы на национальные парки Дальнего Востока. Подчеркну, не за счет перераспределения средств с других природных объектов, а именно добавить плюсом, что называется, сверху предусмотренному финансированию. И еще несколько слов о формировании новых отраслей Дальнего Востока. В конце мая прошла выставка развития креативной экономики в России. Тогда состоялась предметная дискуссия, прозвучали интересные предложения от молодых предпринимателей, в том числе из дальневосточных регионов. Так, в Якутии, благодаря усилиям региональных властей, инициативе самих бизнесменов сложилась одна из лучших практик по развитию творческих индустрий, например, программирование, архитектура, промышленный дизайн и так далее. Этот опыт ляжет в основе подготовки регионального стандарта развития творческих индустрий, который затем будет распространен на все субъекты федерации. Здесь важнейшая задача сделать наши российские марки, бренды более узнаваемые. Вот сейчас только с коллегами встречался, с модераторами, я уже упоминал эту встречу, они мне сообщили приятную новость, что процесс этот идет достаточно быстрыми темпами и дает хороший результат. Необходимо поддержать спрос на отечественную продукцию и услуги, например, с помощью выставок, ярмарок и так далее. Безусловно, будем продолжать этот процесс. Первая такая ярмарка креативных индустрий прошла в августе в Новосибирске. В ней приняли участие 70 российских производителей. За три дня ее посетили 17 тысяч человек. Вторую ярмарку буквально на днях принял Владивосток. Мероприятие вошло в культурную программу нашего форума. Думаю, что эти начинания подхватят и остальные регионы нашей страны. А что касается конкретно Дальнего Востока, то здесь принято еще одно решение, которое касается освоения новых индустрий в экономике, в культуре, в спорте. Мы договорились, что в Дальневосточном федеральном округе будет организован ежегодный турнир по киберспорту. Это направление уже завоевало большую популярность во всем мире. Причем наши киберспортсмены находятся на лидирующих позициях. И проведение соревнований высокого уровня в России, уверен, послужит продвижению компьютерного спорта и в нашей стране, и за рубежом. Первый турнир пройдет уже в конце года. Я прошу отечественные IT-компании и компании с госучастием обратить внимание на этот вид спорта и поддержать его. Уважаемые коллеги, за прошедшие 10 лет для Дальнего Востока и Арктики сделано немало. Задан мощный вектор развития экономики, социальной сферы, инфраструктуры. Созданы уникальные для нашей страны условия для ведения бизнеса. Я вот не побоюсь этого слова, именно уникальные условия. Развернуты крупные, знаковые проекты в добыче природных ресурсов и обрабатывающей промышленности, в жилищном строительстве и обновлении транспортной сети. Сверстаны и реализуются планы по улучшению облика городов и поселков. Огромная, ключевая заслуга в достижении этих результатов принадлежит жителям Дальнего Востока и тем, чьи семьи жили здесь многие-многие поколения. И тем, кто недавно приехал сюда из других регионов России работать, учиться или вести своё дело. Всем, кто верит в будущее Дальнего Востока, в его огромные возможности и потенциал, носит свой вклад в его развитие, хочу сказать особые слова благодарности. И повторю, Дальний Восток – наш стратегический приоритет на весь XXI век. Я заканчиваю своё выступление тем, с чего начал. И его роль, так же, как и роль, значение всей нашей страны в мире, уверен будет только возрастать. Благодарю вас за внимание. Дружеская руку пожать. Госпожа виспрезидент, я чуть позже, если можно, предоставлю вам слово. А сейчас я хотел бы задать несколько вопросов сразу же президенту России по поводу выступления, которое было сейчас. Владимир Владимирович, очень здорово, что произнесли слова насчёт приоритета по Дальнему Востоке, потому что ведь многим могло показаться, что приоритет у нас сейчас находится в совершенно другой части света, на Западе. И все усилия мы вкладываем туда. У нас много приоритетов. Но Дальний Восток – один из главных. Это третий раз, так что мы запомним, что это действительно так. Вы сказали про трассу М-12. Не могу вот от себя, честно сказать, вам спасибо сказать и Марату Шакерзяновичу, который здесь сидит. Я из Владимира, 180 километров между Москвой и Владимиром. Например, в какие-нибудь майские праздники 6 часов или 7 часов на машине. Это было просто невозможно. Сейчас попробуем по новой трассе проехать, посмотрим, как это будет на самом деле. И сразу же несколько вопросов. В выступлении сейчас прозвучали слова, я даже для себя записал, историческая глобальная задача. То, что касается Дальнего Востока. Вообще, мне приходит такой в голову аналогия, что вот те планы, которые были озвучены, их, наверное, можно сравнить с тем, что делал Столыпин по поводу освоения Сибири, или план индустриализации, который был в СССР. Но у меня вопрос, а вот если бы не случились бы санкции с начала 2014-го, потом 2022-го года, если бы границы не закрылись, если бы на Западе невозможно было размещать наш капитал, вот как, по-вашему, вот эти вот глобальные планы внутри страны, они смогли бы произойти, их можно было бы осуществить? И приведу статистику, подтверждение своих слов, своего вопроса. Статистика по специальному административному району на острове Русский. За год. Плюс 43 резидента, сейчас всего 60 резидентов. То есть взрывной рост именно после введения санкций. Во-первых, мы начали эту работу 10 лет тому назад. Вы сами меня об этом спросили, и я сказал об этом. Мы начали работу задолго до всех событий, которые происходят в последние годы, начиная с 2014-го. И начали её потому, что видели тенденции развития мировой экономики. Мы видели рост новых центров влияния, новых центров экономического развития. Ну, мне не нужно, наверное, называть эти страны, они же очевидны для всех. Мы понимали, что и как, и куда разворачивается. И мы видим это сегодня. Эти тенденции сохраняются. Даже более того, набирают обороты. Но то, что произошло после 2014-го года, после того, как на Украине западные страны поддержали государственный переворот и начали войну на Донбассе, конечно, многие процессы стали ускоряться. Здесь мы можем только пожалеть о том, что мы своевременно не реализовали те планы, которые были у нас по развитию инфраструктуры, в том числе дорожных сетей на Дальний Восток. Потому что, честно говоря, правительство немножко просчиталось. Полагали, что не будет такого объёма грузоперевозок. Но он оказался даже в последние годы больше, чем можно было себе представить. Но ничего, мы справляемся, планы есть, они свёрстаны ранее, поэтому нам легче будет их реализовывать даже в короткие сроки. Вот сейчас мы только с этими модераторами, с нашими коллегами обсуждали планы развития Восточного полигона. Средства есть, желания у инвесторов есть, потому что есть рынок. Они готовы свои собственные деньги вкладывать, потому что видят отдачу от такого огромного потока, от такого большого грузооборота. Отдача на вложение обеспечена с хорошей нормой рентабельности. Поэтому начали давно, ну а за последние годы то, что происходит в мировой экономике, конечно, простимулировало нашу работу на этом дальневосточном направлении. Тем не менее, фраза, которая звучит так, что «не наступайте на одни и те же грабли» два раза прозвучала. Не до всех дошло ещё, что ли? Вы знаете, вот я, если вас интересует, ну, наверное, многих интересует из бизнеса общество. Знаете, есть такая тенденция. Вот куда-то там раньше создавали многие наши предприниматели какие-то площадки для себя. Потом столкнулись с проблемами изъятия законно заработанных средств. Вот, знаете, это не мои средства, а средства наших компаний, наших предпринимателей. Но это просто переходит всякие границы. Люди, которые это делают и сделали, да, они не понимают даже негативных последствий для себя. По-моему, до сих пор этого не оценивают. Ограничение, допустим, расчёта в долларе. К чему это ведёт? К тому, что все страны задумались о создании своих собственных инструментов, о создании новых систем расчётов. Задумались о том, стоит ли хранить в тех же Штатах или где-то в Европе свои сбережения, накопления. Стоит ли вкладывать в ценные бумаги этих стран свои сбережения. Ну, я вам гарантирую, я знаю, что это происходит. Но, конечно, каждый задумается. Вот, значит, то, что наши золотовалютные резервы заморозили. Да мы уже в два раза больше заработали. Дело же не в этих 300 миллиардах, а дело в подрыве доверия к тем, кто это делает. Разрушают доверие к себе. То же самое происходит в торговле, в ограничениях, связанных с торговлей. Поэтому, бог узнает, но сами виноваты в том, что такие негативные последствия неизбежно наступят для них. Они уже наступают. Мы же к этому не стремились. Но это все равно объективный процесс. Это объективный процесс, связанный с ростом новых быстро развивающихся центров экономического. А те, кто приходят сюда, возвращаются в Россию? Да, я сейчас скажу про грабли. Но, тем не менее, мы видим. Вот на сегодняшний день уже практически восстановились логистические цепочки поставки товаров. Все как бы так нормализовалось. Ну и видим. Вот это связано и с курсом национальной валюты, в том числе сдержанный возврат валютной выручки. Желание где-то что-то опять за границей разместиться. Ну мы же это видим, мы все понимаем. Нам нужно как-то вот с бизнесом договориться. Они должны понимать и исходить с того, что здесь надежнее работать. Поэтому не надо наступать на одни и те же грабли. Я уверен, что меня понимают те, к кому я обращаюсь. Как раз мой следующий вопрос и касается отношения государства, взаимоотношения государства и бизнес с тем, кто сюда возвращается, те, кто приходит на остров русский и так далее. Вот у меня перед МЭФом было интервью с Андреем Ремичем Белоусовым. Я его спрашивал, как государство и бизнес меж собой должны функционировать. Он говорит, что как партнер, но государство старший партнер, а бизнес младший партнер. Он так сказал? Да, он так сказал. Он говорит, как бывший сотрудник Госплана. Мы должны быть равными партнерами. Надо будет у него потом спросить его мнение после этих ваших слов. Наверное, он знает. Я постоянно так шучу. Это шутка. Вот. Но тем не менее, значит, вы уже сказали, что равные партнеры должно быть. А в принципе, вот вам сейчас не кажется, что государства слишком много становится в экономике и бизнесе? Мы об этом слышим, об этом говорят постоянно. Это не так. Да, у нас есть крупные компании, особенно в сфере энергетики. Но частные структуры развиваются быстрыми темпами, мы их поддерживаем, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке. Ну, смотрите, мы сопровождаем все вложения на Дальнем Востоке инфраструктурными нашими инвестициями со стороны государства. Вот за предыдущие года три вложили уже инфраструктуру для поддержки бизнеса. Не помню, по-моему, там 15, что ли, миллиардов. Не помню точную цифру. А вот за этот год уже 8,5, только за год за этот 8,5 миллиарда. И на ближайшие три года еще 33, по-моему, будем вкладывать. И так по очень многим направлениям. Мы же льготируем работу по наших компаниям, особенно здесь, в Дальнем Восточном регионе. Ну, давайте будем здесь оставаться, на этой территории. Здесь я упоминал про торы. Ну, там посчитать, сколько льгот там по уплате социальных взносов, по налогу на прибыль, по налогу на имущество. А если взять курилы, там еще в два раза все круче по льготам, чем для территории, опережающей в развитии. Поэтому вот это сотрудничество между государственным и бизнесом, оно приносит хорошие результаты. Приносит. Мы дальше так будем делать. Но знаете, что еще очень важно? Мне кажется важным, что все-таки между правительством и бизнес-кругами на протяжении уже десятилетия, может быть, даже пару десятилетий, сложился очень хороший диалог. Практически правительство не принимает никаких решений в сфере экономики, не проводя предварительных консультаций с бизнес-объединениями. Мы всегда стремимся учитывать мнение наших партнеров по бизнесу. Ну, и так же, как и профсоюзы. Вот про ТОРы вы сказали и про особые экономические зоны, налоговые льготы, это все хорошо. Но пообщался с специалистами в этой области, они говорят, что не только это нужно. Нужно, например, еще, чтобы была инфраструктура построена к этой зоне. Например, там газ, электричество и все остальное. Я поэтому и сказал, да, кстати, вот я эту цифру струнул, 25 миллиардов за последние годы истратили как раз в инфраструктуру. За первые полугодия этого 8,5 и 33 еще предусмотрено. Так мы так это делаем. Мы и будем это делать дальше. Мы понимаем, что вложение в инфраструктуру и должна быть нашей поддержкой бизнесу. Так это делаем и будем это делать дальше. Про курс рубля хотел спросить. Год назад, когда мы сидели вот на этой сцене, рубль и доллар был где-то 60 рублей за доллар. Этим летом подошло к 100, по-моему, даже перешло за 100. Сейчас последнее я смотрел перед этой сессией 93 рубля. Волатильность, ну, очень-очень большая. И вот по итогам 2022 года российская валюта стала самой волатильной в мире. Как в таких условиях вообще прогнозировать что-то, когда ты не понимаешь, а что будет с национальной валютой? Да, это, конечно, вопрос, который требует своего кропотливого исследователя в виде Центрального банка и правительства Российской Федерации финансовых властей, так называемых. Но в целом я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы и сложности. связано это со многими факторами, в том числе с возвратом или с невозвратом частично валютной выручки от наших крупнейших экспортеров. связано с тем, что на первом этапе, о котором вы сказали, когда доллар был 60 рублей, значит, логистические цепочки для импорта не были налажены. Сейчас импорт все в большем и большем объеме поступает на наш рынок. А это значит, значит, иностранная валюта все больше и больше востребована. Есть и другие факторы, но в целом это управляемые факторы. Мы их видим, понимаем, и ЦБ их видит. ЦБ вынужден был, конечно, поднять ключевую ставку до 12%, но в том числе и потому, что инфляция начала немножко подниматься. У нас сейчас 5,4%, 5,2% я не помню, примерно, 5,2% в годовом исчислении. Поэтому ЦБ отреагировал на это, он не мог не отреагировать. Я думаю, что правильно сделал, своевременно. Да, это сокращает возможности для кредитования, немножко сдерживает экономику, развитие экономики, но зато существенным фактором является для снижения инфляционных рисков. Все нужно делать своевременно. Поэтому это управляемая ситуация. Я сейчас не буду вдаваться в детали, потому что это тонкая сфера, но она управляет. Тем не менее, как я понимаю, государство собирается регулировать или вводить какие-то ограничения. Я почему спрашиваю? Потому что вот предыдущая, когда совсем рубль ослаблялся, помощнику президента пришлось Максиму Орешкину написать колонку. После этого в тот же день чуть-чуть укрепился рубль. Или Андрей Леонидович вчера дал интервью РБК, я тоже сказал, что есть лазейки, как выводят деньги из страны. Ну, они чем занимаются? Они пугают. Говорят, давайте по-мирному мы будем делать то-то и то-то, а иначе мы введем какие-то ограничения, обязательный возврат, выручки и так далее. Но резких движений никто делать не будет. Про Центробанк и ключевую ставку. 12% в эту пятницу на этой неделе будет новое заседание. И есть такая вероятность, что ставку могут поднять еще. Соответственно, кредиты дорожают. А как в этом случае тогда развивать промышленность? И как брать новые кредиты? Они становятся, деньги становятся гораздо дороже. Я уже сказал об этом, что ключевая ставка влияет, конечно, на стоимость денег, на кредиты межских банков. А это, безусловно, сдерживает кредитование экономики, а значит и ее рост. Но в целом мы видим, что кредитование находится на достаточно высоком уровне. Первое. Второе. Второе мы видим и опережающий рост потребительских кредитов. Здесь тоже существует набор инструментов, как эти риски купировать. Я сейчас тоже вдаваться в детали не буду. С Набиулиной поговорить, она вам расскажет. Значит, поэтому влиять, конечно, на это нужно. Но если мы упустим ситуацию, которая приведет к неконтролируемому росту инфляции, в конечном итоге для экономики это будет еще хуже. Потому что тогда в условиях большой инфляции строить бизнес-планы практически невозможно. Здесь нет хороших и очень хороших решений. Здесь есть сложные решения, но их нужно принимать своевременно. И Центральная банка, правительство до сих пор это делали, и делали весьма эффективно. Еще хочу задать вопрос про ипотеку и правительство. Да, я прошу прощения. Здесь нужно добавить. Но понимая, что стоимость кредита возрастает, у нас же целый набор инструментов создан по важнейшим отраслям, по важнейшим проектам, связанным с интересами всей экономики страны. У нас же существует целый набор поддержки получения кредитов. Они же льготируются, определенные преференции предусмотрены. Целый набор инструментов создан для того, чтобы поддерживать компании, которые осуществляют крупномасштабные инвестиции. Делается это совместно с государством. Я сейчас не буду их повторять, промышленные платформы и так далее. Все бизнес знают об этом. Они будут продолжаться. Здесь вопрос в чем? Вопрос, если утражение кредита будет происходить, то надо, конечно, правительство будет подумать на тему о том, увеличить фонды на фондирование этих инструментов. Наверное, это, правда, дополнительные расходы. И здесь есть другая сторона медали, а именно устойчивость бюджета, его сбалансированность и так далее. Но это все рабочие моменты. И про ипотеку я хотел спросить. Начал задавать вопрос. Вы сказали о программе расширения льготной ипотеки здесь, на Дальнем Востоке. В ЦБ, наверное, зажмурились от этого, потому что наш ЦБ несколько раз рассказывал мнение, что льготная ипотека слишком раздута в России. Они видят риски. Вы видите в этом риски или нет? Да-да-да, есть определенные риски, но мы их видим и купируем. Что касается Дальнего Востока, здесь проживает, у нас за Уралом проживает 12,5 миллионов человек всего. Поэтому это не такая уж нагрузка для всей страны, для всей экономики. Ну и последний вопрос в этой части, прежде чем передать слово госпожа вице-президенту, вопрос, который волнует бизнес. Налоги будут поднимать или не будут поднимать? Или в этом нет необходимости? Правительство не видит, пока в этом необходимости. Это важный ответ для всего бизнеса. Сейчас я предоставлю вам слово. Но прежде я бы хотел привести для зала, чтобы они понимали несколько интересных фактов про Лаос. Мне кажется, это важно. Первое. Дипломатические отношения между СССР и Лаосом были установлены в 1960 году, 7 октября. Мы нашли еще один повод, чтобы праздновать этот день, да? Будем праздновать вместе. Договорились. С 2011 года Россия и Лаос это стратегическое партнерство в Азиатской Тихоокеанском регионе. Второй факт, который нашел. Лаос – страна, которая подверглась самой большой бомбардировки в мире. Более 200 миллионов бомб были сброшены с США на Лаос во время войны во Вьетнаме. И 350 тысяч лаосцев погибли во время этих бомбардировок. Третье. Правящая Народно-революционная партия Лаоса по-прежнему верна идеям социализма. Четвертое. В Лаосе есть пионерское движение. Я, честно говоря, не знал про это ничего. Когда готовился к сессии, узнал. Пятое. В Лаосе до сих пор любят багеты и белый хлеб. Это такое хорошее наследство от Франции осталось. И лаосский кофе считается одним из лучших в мире. Если я правильно прочитал. Ну и последнее. Для нас, для россиян важно, что 30 дней в Лаосе можно находиться без визы. Поэтому добро пожаловать в Лаос, а вам добро пожаловать сюда, на трибуну. Пожалуйста, вам слава, госпожа вице-президент. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Дима Тorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Тorzok. Дима Тorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Тorzok. 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 Явное противоречие с интересами других народов. Но именно на эти грабли, если уж говорить о граблях, наступает сегодня ведущая страна Запада и прежде всего Соединенные Штаты. Они давят своих союзников и своих так называемых партнёров. У них нет друзей, у них есть только интерес. Это продолжение известной британской формулы. Спасибо. Госпожа вице-президент, вопрос вам. Что даёт Лаосу сотрудничество с Россией? И, например, почему вы приняли решение, что в Лаосе возобновляется изучение русского языка? Это ведь не потому, что президент Лаоса на русском говорит? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Во-первых, этот проект обсуждался давно, уже в течение, по-моему, нескольких лет. Правда, американцы впрыгнули в этот пояс в последний момент, но для них я вообще не вижу большого смысла в этом проекте находиться. Только может быть чисто с точки зрения бизнес-интереса. Между тем, дополнительное движение товаров по этому коридору – это, по сути, дополнение к нашему проекту «Север-Юг». Мы здесь ничего не видим такого, что могло бы нам помешать. «Север-Юг» – мы выходим по этому коридору в Персидский залив, в Индию. Если будет еще один маршрут, а там еще и Израиль, по-моему, задействован, мы можем через Черное море уходить потом в Средиземное и использовать этот коридор. Я не знаю, коллеги, которые этот проект презентовали, они должны, конечно, внимательно посмотреть. Это только меморандум о намерении. Да. Ну, надо посмотреть на экономику этого проекта, потому что сначала по железной дороге товар должен дойти, груз должен дойти до моря. Перегрузка с железной дороги на морские суда, потом приход к берегу, или в Арабские Эмираты, либо в Саудовскую Аравию. Еще раз надо перегрузить корабли на железную дорогу. И вот эта двойная перегрузка, она имеет значение для экономики всего проекта. Это надо считать. Вот руководитель нашего ведущего, нашей ведущей компании РЖД Олег Валентинович Белозеров кивает головой. Видимо, я попал туда, куда надо. Это действительно такая экономическая субстанция. Там нужно внимательно считать экономику проекта. По времени это будет, если говорить от Северной Европы, от Петербурга до Мумбаи, скажем, это будет по времени примерно столько же, сколько и мы планируем маршрут Север-Юг. По экономике, не знаю, повторяю, надо считать, мне кажется, что наш маршрут будет эффективнее. Ну и никуда не денется интерес к использованию Суэцкого канала. Я думаю, что те, кто полагает, что это нанесет ущерб Суэцкому каналу, я сомневаюсь. На мой взгляд, этого не будет. Ну и, наконец, последнее. Объем перевозок растет, увеличивается каждый год. И, на мой взгляд, чем больше этих маршрутов, тем лучше. Спасибо. Сейчас несколько вопросов. Вернемся внутрь страны. Мы находимся в Владивостоке, в городе, где много праворульных машин. Сейчас я объясню, почему я спрашиваю. И зал наверняка разделится на две равные или неравные части. Одни уже наверняка думают, что же делать, как быть, а другие думают, ну, хорошо, что это пройдет мимо нас. Вам сразу скажу, повезло. У вас Аурус, Нива и Волга. А вот многим российским чиновникам не повезло, наверное, потому что вы сказали, что нужно будет пересаживаться на отечественные машины. В 90-е годы такая попытка была, провалилась. Где гарантия, что сейчас все-таки все получится? И на какие машины им пересаживаться? Вы знаете, тогда машин-то не было. А сейчас есть. Да, они, может быть, как-то поскромнее выглядят, чем Мерседеса или Аудио, которые в 90-е годы начали закупать в огромных количествах. Но ничего, я думаю, нам нужно брать в этом смысле пример на многих наших партнеров, например, с партнеров в Индии. Они в основном делают упор на производство и использование автотранспорта, произведенного в Индии. Здесь премьер-министр Моди абсолютно, мне кажется, правильно делает, что продвигает людей, делая в Индии. Правильно? Значит, у нас есть этот транспорт, и надо его использовать. Это абсолютно нормально. Это не нарушает никаких наших обязательств в рамках ВТО. Абсолютно не нарушает это госзакупки. А нужно выстроить определенную цепочку кому чего положено и ездить на отечественных автомобилях. Вы, наверное, знаете, были предложения продолжить эти закупки. Это несложно сделать. Логистика налажена. Закупки иностранных машин у меня нет. Да, да, да. Значит, ну, я сказал, что у меня большие сомнения, нужно ли продолжать эту практику, мягко говоря. Все правительство и управление делами президента выстроили эту цепочку кому чего положено, а пусть ездят на отечественных машинах. Когда увидим первых чиновников? Вот сейчас. Сейчас будут закупать. Вопрос в практическом плане стоит. О закупках. Сейчас будут закупать. Я, честно говоря, не знаю, когда уж там начнется. Вот сейчас. Про китайские машины я сейчас спрошу. Импорт китайских машин в этом году вырос на 543%. По прогнозам, в этом году в нашу страну везут почти полмиллиона китайских автомобилей. Мы не боимся, что они сметут все наши машины, и мы теперь попадем в зависимость от китайского автопрома. Да нет, мы же развиваем совместно эту работу. Вот машина Грейт Волт, она же начала где-то под Москвой. Хавалы в Туле собираются. В Туле, да. Мне презентовал губернатор. Ну что, хорошая машина. Мы же развиваем свой автопром. И, слава Богу, что все больше и больше развиваем на собственной базе, увеличиваем уровень локализации. Да, и москвич будет производиться. Недавними только мэр Москвы докладывал о том, как идет там работа. И ЛАДА будет развиваться. Надо делать это, понимаете, на собственной базе. Конечно, когда наши производители производили машины почти стопроцентной, сборка автомобилей из иностранных запчастей, ну что здесь своего-то? Локализацию будем поднимать. Да, это требует времени. Но это правильно с точки зрения развития автомобильной промышленности в стране на собственной базе. Мы не собираемся закрываться целиком и полностью. И здесь вот на коленях что-то делать. Вот Аурус сделали. Сделали. Но стоит он сколько? Да, это стоит, потому что мало производят. Пойдет в Сирию по-настоящему и в два раза дешевле все будет. Да, это требует времени. Но зато это будет, собственно, развитие. Это приобретение компетенции, восстановление компетенции. Это налоги внутри страны. Это рабочие места. Ну, что говорить. Всем понятно, что здесь сколько составляющих. Но при этом мы намерены сотрудничать с теми, кто с нами хочет работать. Спрошу... Ну, а чиновники тут точно должны ездить на отечественных машинах. Тема, связанная с машинами, это цены на топливо. Вы взяли это на личные контроли. Тем не менее, последние данные, дизель, уже больше 61 рубля. Бензин тоже дорожает. У многих я вижу в глазах уже вопрос, что происходит. И это я вижу еще там в домовых всяких чатах, где люди начали обсуждать цены на топливо. Почему так происходит? И будем ли мы исправлять эту ситуацию? Да, конечно. Правительство этим занимается. Связано это, я думаю, что здесь производители наши, те, кто производит эти продукты, они правы. Правительство должно было бы своевременно реагировать. Были приняты соответствующие решения, как известно, но не так давно, для того, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка. Потом эти механизмы были отменены. Правительство не среагировало своевременно на вот эти изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. Это регулируемая позиция. Мы вчера только с Игорем Ивановичем Сечиным разговаривали. Он там, у него своя позиция есть. Но в целом производители и правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время. Для нас очень важно обеспечить сельхозпроизводителям. Да, Минсельхоз уже бил тревогу. Да, 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 дизелькой. Но её просто физически стало не хватать. Но сейчас физически она появилась. Вопрос в регулировании цен. Было много механизмов. В 2009 году, когда я возглавил правительство Российской Федерации, было принято такое решение, толстое вот такое, фолиан целое. Значит, наше взаимодействие с компаниями топливно-энергетического комплекса страны и правительства. И всё там было детально расписано. Сейчас оно действует, кстати, это постановление, но не применяется. Здесь применяются другие инструменты, так называемый демпфер. Я уже сказал, в чём его смысл. Баланс между внешними ценами и внутренними. Но и его, значит, там, ополовинили, и он не стал так эффективно работать, как работал до этого. Инструменты известны, договорённости есть. Надеюсь, что это отразится на реальном положении. Про счётную палату хочу спросить. С ноября прошлого года остаётся без руководителя. В чём причина? Алексей Леонидович Кудрин был настолько хорош, что ему никак не могут замену найти. И зачем тогда его отпускали в Яндекс? Ну, во-первых, он не рабовладельческий строитель, но захотел перейти на работу в бизнес. Мы не можем его насильно там держать. Хотя он был, конечно, на своём месте. Он и министром был хорошим финансов. Но палата работает, счётная палата работает эффективно. Уже тысячи проверок производится. Не помню, они, по-моему, на 1,6 триллиона рублей выявили нарушений. То есть там есть исполняющие обязанности. Но это на качество работы палаты не влияет. Я думаю, что когда ситуация созреет, когда парламент подберёт соответствующую кандидатуру и правительство, этот кадровый вопрос будет решён, он не является чем-то таким, что мешает работать в палате. Я Яндекс не просто так упомянул. Недавно был создан официальный сайт Аркадия Воложа. И там написано следующее. Я специально этот статус прочитаю. Израильский предприниматель, родившийся в Казахстане, сооснователь одной из крупнейших в Европе интернет-компаний Яндекс. Я напомню, что Воложа родился в 1964 году, когда Казахстан был частью Советского Союза. Но в биографии сейчас нет никакого упоминания про Советский Союз. Есть у нас и другие бизнесмены, которые публично высказывают свою позицию, в том числе позицию по отношению к специальной военной операции. Для вас грань, которую нельзя переходить, она где находится? И даже эту грань нельзя переходить тем, кто, например, создавал национальное достояние, как вот Яндекс. Послушайте, это не у меня эта грань должна находиться. Она должна находиться в сознании и должна оставаться на совести тех людей, которые делают определенные заявления. Но, как правило, как правило, хочу это подчеркнуть, связано это со стремлением этих людей сохранить свой бизнес, сохранить свои активы, тем более, если люди перебрались и решили связать свою жизнь с другой страной. Ну, он живет в Израиле. И я могу себе представить, что, чтобы жить там на хорошем уровне и иметь хорошее отношение с властями, он вынужден делать определенные заявления. Сидел же, молчал долгое время, потом решил сделать заявление. Ну, дай Бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живется. Нас это, особенно, честно говоря, не задевает. Ну, а вообще, в целом, если посмотреть, ну, если человек как бы вырос на этой почве, да, получил образование, стал успешным в чем-то, ну, чувство совести должно быть в отношении той страны, которая ему все дала. Я сейчас не володь уже имею в виду. Он талантливый человек, создал действительно хорошую компанию и не на команду подобрал. Я не его имею в виду, а в целом. Ну, да, можно себе представить, что человек не согласен с тем, что делают сегодняшние власти. Имеет он право на то, чтобы высказывать свою оппозицию? Конечно. Да, ну, и здесь тоже существует много нюансов, правда? Можно встать на позицию, значит, наших противников геополитических, да, и им подыгрывать, и тем самым наносить ущерб своей стороне. Можно вести себя по-другому. Здесь много нюансов. Человек сам внутренне определяет для себя, значит, он кто такой? У него есть какое-то чувство национального самосознания? Или он вообще хочет мимикрировать и чувствовать себя уже не русским там человеком, не рождённым в Советском Союзе, а кем-то другим? Ну, человек сам для себя всё выбирает. Я вас уверяю, что рядовые, вот рядовые граждане России, наши люди, они всё прекрасно чувствуют и всё прекрасно понимают. Никого не обманешь. Ну, а если выбрал для себя ещё какую-то новую судьбу, ну, пускай попробую себя там заявить, проявить и добиться результата. Потому что, вот, кто бы ни был, какие бы результаты не добился, он добился и здесь. И не факт, что добьётся там того же где-то там в другом месте. Ну, это их выбор. Про новую судьбу, вдогонку ещё один вопрос. В июле вышла статья независимого эксперта из Глазга в российском журнале «Вопросы экономики». Глазга – это Шотландия. Называется она «Неплатежи». Я в курсе. Я для зала говорю, я не сомневаюсь, что вы в курсе. Называется «Статья «Неплатежи в российской экономике 90-х. Непредвиденный институт». Знаете, кто автор? Анатолий Чубайс. Но он реально представлен в этой статье как независимый британский учёный. У меня вопрос. Вы британским учёным вообще доверяете? Вы знаете, я учёным доверяю, вне зависимости от их национальной принадлежности. Если это серьёзные люди, серьёзные исследователи, я не просто доверяю, я восхищаюсь их работой, их жизнью, результатами их работы. Потому что настоящий учёный, он погружён в ту тему, которой занимаются. И эти люди всю свою жизнь кладут на вот это дело, которому они её посвятили. Это, конечно, всегда даже жизни своей не жалеют. И примеров не из числа. И в нашей стране, и за рубежом. Но если занимаются дурачеством, ну это, конечно, не учёные, это же квази тогда учёные, они развлекают публику, ну это тоже неплохо, пускай подурачатся. Хотя можно в цирк сходить, в цирке что-то посмотреть. Вот, но то, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется, я вообще, мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Борисович, а Маше Израилевич какой-то там живёт. Зачем он это делает? Я не понимаю, что он удрал? Ну, ну там, понимаете, может быть, связано ещё с тем, что идут сложные процессы вот в этой структуре нанотехнологии, которую он возглавил долгие годы, и там большая дыра, огромная дыра, значит, такая финансовая. Значит, ну да-да, да, правда, я сейчас не буду даже цифры называть, большие цифры, вот, но там, слава богу, нет каких-то уголовных дел, преследования, может быть, с этим связано, что он опасается, что в конечном итоге это всё приведёт к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому он перешёл, в Израиле даже перешёл на нелегальное положение. Нафига это ему нужно, я это, честно говоря, не понимаю. Мнение человека, который работал в Дрездене, да? Ну, чушь какая-то, ещё пишет, но не глупый человек, может, он, я не читал эту статью, может, он ничего-то дельное написал, поэтому... Правда, судя по всему, вот такая деятельность, деятельность во главе компании, большой, которая была создана для развития нанотехнологий, во всяком случае, с экономической точки зрения, с финансовой, она, похоже, ему явно не удалась. Вопрос, как ни странно, про приватизацию и деприватизацию. Есть сейчас идея новой приватизации в России, но и тема, которая очень сейчас сильно волнует бизнес и обсуждается здесь в кулуарах ВЭФа, и в Москве они говорят, это деприватизация, когда государство, как бы, можно сказать, забирает активы в свою пользу. И таких случаев уже несколько. И бизнесмены говорят о том, что мы не понимаем, изменились правила какие-то, или как нам смотреть в будущее в этой ситуации. То есть тема достаточно острая, как вы её прокомментируете? Нет, никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. Вот это я вам могу точно сказать. То, что прокуратура активно работает по отдельным направлениям, по отдельным компаниям, правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике, в конкретных случаях, да, но это не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации. Этого не будет. И Игорь Викторович мою позицию знает. Игорь Викторович. Да, он кивает головой тоже. Да, знает, кивает головой. То есть бизнесу должен быть уверен, что кошмарить, как вы говорите несколько раз, его не будут. Вот кошмарить никого не будут, но все должны соблюдать законы Российской Федерации. А если не соблюдают, то тогда должны быть готовыми к тому, что и прокуратура, и Следственный комитет, и счётная палата, все эти структуры, они внимательно будут и дальше следить за тем, что происходит, в том числе в сфере экономики, и призывать всех к исполнению российских законов. Но преследовать кого-то и только по факту того, что человек бизнесом занимается, никто не собирается. И в продолжение темы... Больше того, я хочу подчеркнуть ещё раз, особенно в сегодняшних условиях, в целом российский бизнес ведёт себя в высшей степени ответственно. В высшей степени ответственно. И сохраняет рабочие коллективы, налаживает новые логистические цепочки, активно себя ведёт. Конечно, во многих случаях востребовано появление нового класса, молодого класса бизнесменов. Это тоже правда. Но никто не говорит, что нужно решать вопросы до приватизации и что-то переделить. Нет, этого не будет. Глава РСВП Александр Николаевич Шохин дал тоже нам РБК-интервью вчера, и сегодня оно появилось. Здесь у нас есть такая цитата, что есть вопросы касательно новых собственников национализированных активов. Если какой-то актив приходит в госсобственность, куда он девается? Это вопрос, который волнует бизнес. Если что-то обращается в собственность государства, дальше существуют процедуры, предусмотренные законом. Если это попадает в руки государственных структур, то они в соответствии с законом могут им распорядиться. А здесь только открытые конкурсы. Про бизнес и развитие частной инициативы. Сегодня так получилось, такая дата, я сейчас попрошу вас тоже поаплодировать. 12 сентября 1959 года СССР запустил межпланетную станцию «Луна-2». Она стала первым в истории аппаратом, который достиг поверхности Луны. Давайте скажем спасибо тем, кто делал эту станцию. А как мы знаем, «Луна-25» не смогла. Поэтому вопрос следующий. Не пора ли нам задуматься о том, что, может быть, и в космосе ввести какую-то частную инициативу? Илон Маск успешно запускает. И вас как-то не расстраивает тот факт, что мы начали терять лидирующие позиции в мировом космосе. Нет. Ну, понимаете, космос – это сложная, ответственная работа, связанная, конечно, со взводами и технологиями. У нас здесь не просто наработки, у нас отличные компетенции. Ну, что касается посадки вот на ту площадку, где тоже еще никогда никто не прилунялся. Ну, да, это сложная работа, конечно. Там будет проведен анализ соответствующий, работа будет продолжена. Ну, жаль, конечно, что там при луне это не состоялось. Но это не значит, что мы программу это завершили. Будем работать дальше. А что, разве в других странах и не было никаких ЧП подобного рода, даже более тяжелых, с тяжелыми последствиями? Конечно, это всегда связано с неизвестностью. Поэтому ничего здесь такого нет необычного. Хотя хотелось бы, чтобы все на этот раз удалось. Но мы будем эту работу продолжать, будем усиливать даже отдельные направления. Что касается частного бизнеса Илона Маска, он, безусловно, выдающийся человек. Это надо признать. Я думаю, что это и признают во всем мире. Активный, талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе и при поддержке американского государства. Мы, со своей стороны, тоже намерены развивать эту работу. И в Роскосмосе принято уже решение, поддержанное правительством, что мы будем привлекать. Мы уже привлекаем частных инвесторов в эту сферу деятельности. И достаточно успешно. Появились новости, что вы поедете на Восточный. Чего ждать от этого визита? У меня там есть своя программа соответствующая. Когда я приеду, узнаете. Хорошо. Наговорились. А проблема демографии, она касается и России, и Дальнего Востока. Вы сейчас сами сказали, что за Уралом у нас живет 12 миллионов человек. Есть статистика, она официальная. По данным Росстата, за прошлый год население страны сократилось на 555 тысяч человек. Как по-вашему, почему, несмотря на все меры, которые предпринимает государство, нам не удается переломить ситуацию демографии? Нам где-то... Вообще, по-моему, нигде не удается. Если тенденция есть такая, минусовая, то преодолеть ее очень сложно. Это связано с огромным количеством вводных, которые не специалистам даже трудно понять. Связано это с уровнем жизни, со многими приоритетами, которые возникают у семей, у женщин детородного возраста, репродуктивного возраста. Потому что хочется получить образование, потом начать карьеру. Первый ребенок появляется под 30 лет, второго уже не просматривается и так далее, и так далее. Здесь очень много составляющих. Что касается России, то я же много раз об этом говорил, специалисты это знают. У нас два спада огромных, которые дали нам небольшое количество людей, которые могут воспроизвести новое потомство. Это 1943 год, 1944, когда было резкое падение рождаемости. И начало 90-х, к сожалению, начало 90-х годов, в том числе, когда активно функционировал Анатолий Борисович Чубайс с командой. Вы знаете, здесь можно и посмеяться. Они много сделали для того, чтобы предпринять шаги к резкому переходу на рыночные рельсы экономики России. Трудно сказать, кто и как мог бы сделать лучше и как. Критиковать всегда проще. Но во всем случае, делали они это жесткими мерами. Это привело в том числе к развалу социальной системы, мы практически поняли, к обнищанию народа и к резкому падению рождаемости, не по своему, а такому же, как во время Великой Отечественной войны, как в 1943-1944 годах. И поэтому вот эти два провала большие все время волнами идут. Все время, время от времени, через несколько лет, через 10, по-моему, 15 лет, опять мы опускаемся в эту демографическую яму. Появляются люди, которые достигают детородного возраста, но их по определению меньше становится. И сейчас мы в такой фазе находимся. Тем не менее, у нас многое делается для этого. Был момент, когда у нас рождаемость увеличилась, вошла в позитивное значение. Здесь на что мы должны обратить внимание? На продолжительности жизни у нас она растет. В 2021 году она была 71 год, средняя продолжительность жизни в стране, а сейчас 73 с лишним. 73, по-моему, и 6 даже. Был момент, по-моему, в июне этого года, там 74 даже был с небольшим, если год в году считать. Второе, нужно, конечно, смертность уменьшать и рождаемость поднимать. Есть еще один способ, это миграционный приток. Значит, поэтому нам нужно за каждым фактором, над каждым фактором работать. Вы упомянули о том, что мы проводим целый комплекс мероприятий по поддержке семей с детьми, по поддержке материнства, детства. Сейчас даже не буду перечислять. Это целый большой набор. Мы ввели материнский капитал, увеличивая его объемы, ввели этот материнский капитал на первое рождение, на первого ребенка и так далее. Надо наращивать эти меры, надо работать в сфере здравоохранения над поддержкой материнства и детства. Все это будем делать. Но, значит, у нас даже совсем недавно мы фиксировали естественный прирост населения. К сожалению, не смогли удержать эту тенденцию. Работать надо напряженно по всем направлениям. В том числе, кстати говоря, в информационной сфере, при поддержке общественности, средств массовой информации. Надо поднимать престиж материнства, отцовства, побуждать людей, иметь хорошую, здоровую семью, укреплять наши традиционные ценности, в том числе, кстати говоря, и религиозные ценности. Это большой комплекс работы. Будем работать, но это нужно делать, конечно, всем обществом. У меня бабушка, которая 96, десятая в семье. Была. Сейчас таких семей не встретишь практически. Ну, есть почему. Мы же вот стараемся поддержать многодетные семьи. Там есть и 10, и больше детей. Вопрос, который выходит из темы демографии. Демографы Высшей школы экономики подсчитали, чтобы сохранить население России на уровне 146 миллионов человек, каждый год на протяжении 80 лет нужно возить по 390 тысяч мигрантов. При негативном сценарии потребуется 1,1 миллион мигрантов в год. Вы не видите в этом опасность? И не превратимся ли мы, как в некоторые районы США или в Бельгии, сейчас в Антверпене там что-то происходило, связанное с мигрантами, когда невозможно будет войти, например, полиция в этот район? Да, конечно, мы должны это иметь в виду и ни в коем случае не допустить такого развития событий в нашей стороне. И это очень чувствительный момент в жизни российского государства. Экономика, конечно, требует использования трудовых мигрантов в отдельных секторах. Больше всего это в строительном секторе, по-моему, там 33% от всех работающих мигрантов. В целом у нас не так уж и много на рынке труда мигрантов работает, это 3,7%, если к общему числу работающих, а работающих у нас где-то, не помню, сколько там, 12 с лишним миллионов. Поэтому это вопрос такой чувствительный, очень связанный и с экономикой, и с социальной сферой, и с моральным состоянием общества. Нам, безусловно, нам, кстати, легче, чем в европейских странах или в штатах, потому что всё-таки у нас приток из бывших республик Советского Союза. Во-первых, нам с ними легче работать. Руководители их стран всё понимают, готовы с нами сотрудничать. Мы сейчас со многими государствами осуществляем программы довъездной подготовки тех людей, которые к нам идут. То есть о чём речь? О том, чтобы они изучали русский язык, изучали законы Российской Федерации. Надо, чтобы люди понимали, что если они приехали в другую страну, они обязаны соблюдать наши традиции и культуру. И так далее, и так далее. Там много работ. Здесь нам нужно продолжать с ними работать. Это, кстати, и для наших граждан, наших граждан Российской Федерации очень важно, чтобы не было раздражителя какого-то со стороны этого миграционного притока. А это самое главное. Мы, конечно, прежде всего должны думать об интересах граждан Российской Федерации. Но если уж необходим приток мигрантов, то тогда нам нужно выбирать всё-таки прежде всего тех, которые именно нужны для развития экономики страны. Есть ещё один способ. Он и простой, и сложный одновременно. Простота заключается в том, что нам, может быть, и не потребуется такого большого притока мигрантов, если мы будем вводить новые технологии, которые не требуют большого количества работников. Но это значит как раз решение другой задачи технологического развития страны, обновление производственной базы и так далее. И в этом сложность, потому что это не сделаешь сегодня на завтра, это требует больших капиталовложений и действия уверенно и работы по этому направлению. Но способов решения этой проблемы непростой. Их немало. Надо только работать. Будем это делать. Сейчас задам вопрос, который с каждым днём требует всё как ответа острее и острее. Начну с того, что сейчас только что завершились выборы региональные. Единый день голосования в этом году в три дня проходили. Сразу несколько регионов Дальневосточного федерального округа в них участвовали. Поздравим тех, кто победил на этих выборах. А три года назад вы сказали, когда вас спросили, а вы приняли решение участие в президентских выборах, вы сказали, что пока ещё нет. Сейчас до выборов остаётся полгода. Вы по-прежнему в раздумьях? Ну, а в соответствии с законом, решение парламент должен принять в конце года. Вот когда решение будет принято, будет объявлено на выборах, дата будет названа, тогда и поговорим. Хорошо, тогда можно будет спросить снова. Спрошу тогда про президентские выборы в США. Что вы ждёте от них, а не в следующем году? Тем более, что сейчас там происходят довольно странные вещи, и мы понимаем, что Трамп может оказаться в любой момент, может быть, арестованный. А что нам об этом думать? Я думаю, что принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике США не будет, кто бы ни был избран президентом. Правда, мы слышим, что господин Трамп говорит, что он за несколько дней решит острые проблемы, в том числе и украинский кризис. Ну, это не может не радовать, это хорошо. Но нам по большому счёту, кстати, хоть его там обвиняли в особых связях с Россией, что полный чушь и бред собачий, но он больше всего ввёл санкции к отношению России, бывающим президентом. Поэтому чего ожидать от нового, будущего, кто бы ни был президентом, нам трудно сказать, но вряд ли что-то изменится кардинальным образом. Потому что нынешние власти настроили американское общество в антироссийском ключе и духе. Вот в чём это дело. Они вот это сделали, а теперь как-то развернуть весь этот корабль в другую сторону им будет очень сложно. Первое. Второе. Они рассматривают Россию как эксенциального, постоянного противника или даже врага. И вбивают это в голову простого американца, потому что это плохо, потому что это настраивает общество. Хотя, несмотря на это, у нас и в Америке очень много людей, которые хотят выстраивать с нами хорошие дружеские деловые отношения. И, более того, разделяют многие наши позиции, прежде всего, конечно, с точки зрения сохранения так называемых традиционных ценностей. И у нас много там друзей и много единомышленников. Но, конечно, их подавляют. Поэтому кто там будет избран, нам неведомо. Ну, и кто бы ни был избран, вряд ли изменится, как я уже сказал, такой вектор антироссийской политики США. Если уж мы затронули... Да, извините, а у нас то, что касается преследования Трампа, ну, это, конечно, для нас то, что происходит в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо. Почему? Потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии. Всё, что происходит с Трампом, это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента. Вот что это такое. И делается это на глазах общественности США и всего мира. Они просто обнажили свои проблемы внутренние. И в этом смысле, если они пытаются с нами там в чём-то бороться, хорошо, потому что это показывает, кто с нами борется. Показывает, как ещё в советские времена говорили, значит, звериный облик американского империализма. Звериный оскал. Мы помним такое. Я хочу привести, если уж мы затронули эту тему, ещё одну цитату, но сейчас специально не буду говорить, кто это написал, в конце скажу. При изучении китайской, таиландской или любой африканской истории культуры считается необходимым испытывать уважение к её своеобразию. По отношению же к русскому, тысячелетнему восточному христианскому, христианству западные исследователи во множестве испытывают лишь презрение и удивление. Почему этот странный мир, целый материк, всё не принимал западного мировоззрения и всё не шёл по столь явно преимущественному западному социальному пути? Россия решительно осуждается за всё, в чём она не похожа на Запад. Вот вы сейчас сказали про экзистенциального врага, а это статус, между прочим, из Солженицына, который сам уезжал отсюда, жил на Западе, а потом вернулся. Как по-вашему, в чём кроется причина вот такого отношения к нам? Во-первых, я хочу сказать, что моё личное общение со Солженицем Александром Александровичем убедило меня в том, что он был настоящим, истинным патриотом России. Он в известной степени был националистом, в хорошем смысле этого слова, в цивилизованном смысле этого слова. И поэтому то, что он сказал такие вещи, для меня неудивительно. Это первое. Второе. Вот всё, что связано с отношениями между Россией и Западом, связано с геополитическими интересами западных стран. И атаки по всем направлениям, в том числе и в духовной сфере, они продолжение вот этого геополитического противоборства. Конечно, Запад давно стремился, скажем, катализировать Россию, перетащить её вот туда, под святой престол. И когда это не удавалось, начинали искать самые различные инструменты, как представить нашу страну какой-то империи зла. Хотя об этом Рейган сказал, но на практике это со средних веков всё это, а мы, что и дальше всё тянется. Как только Россия становилась сильнее, становилась реальным геополитическим конкурентом, сразу начиналась политика сдерживания России. Так же, как сегодня Запад пытается сдерживать развитие Китая, потому что видит, что Китай под руководством КПК и под руководством нашего друга и председателя КНР развивается семимильными шагами. Это повергает их в шок. И они делают всё для того, чтобы затормозить развитие Китая. Но это не удастся сделать. Они опоздали. Всё, поезд ушёл. Это объективный процесс. И дело не только в Китае. И дело и в Индии, допустим, в Индонезии. Новые центры силы будут развиваться. А то, что делают некоторые западные страны, в АЛЛВе США, это попытки сдерживания пойдут им только во вред. А вы можете нам секрет приоткрыть? Помните, Си Цзиньпин когда приезжал? Я секретов не открываю. Я же в КГБ. Хорошо, тогда поделитесь, пожалуйста, информацией, если можно. Си Цзиньпин приезжал. Мы помним все это видео, когда вы прощались с ним, и он сказал, мы начали перемены, которых не было сто лет. Что он имел в виду? Ну, вы знаете, мы же говорили сразу на голос четыре часа в середине. Там очень много было нюансов, деталей. Я могу только сказать, что мы действительно за последние годы достигли беспрецедентного уровня наших отношений. Это касается всех сфер нашего взаимодействия. Вот мы сегодня с китайской делегацией встречались, да? И по данным китайской статистики объем товарооборота даже больше, чем по данным нашей статистики. У нас все есть шансы, не знаю, получится или нет. Там конъюнктура всякая, и ценовая, и валютная. Надо смотреть, как это будет влиять. Но может быть даже уже в этом году достигнет товарооборота в 200 миллиардов. Не важно даже конкретные цифры. Важно, что мы активно развиваем наше сотрудничество. У нас действительно удивительные отношения сложились в сфере международной безопасности и согласования наших позиций. Мы действуем в интересах друг к другу, стараемся прислушиваться друг к другу по очень многим важнейшим направлениям. И прислушиваться и слышать, и реагировать и на правительственном уровне, и на уровне глав государств, на министерском уровне, по линии органов безопасности и по линии военных органов. Сотрудничество достигло беспрецедентно высоких показателей. Но вот что интересно, мы же не создаем военных союзов, и мы не дружим против кого-то. Мы дружим в интересах наших народов. Так и будем работать дальше. Звучит все здорово по отношению с Китаем, но есть и некоторые проблемы. Я пообщался с бизнесменами, что называют. Например, Китай не спешит открывать производство в России, готов в основном поставлять только готовую продукцию. Внутренний рынок для наших товаров, не сырьевых, открытым назвать нельзя. Кроме того, мы не видим спроса китайских инвесторов на инструменты российского рынка капитала. В чем затык? Ну, вы знаете, Китай самостоятельная страна. И Китай, прежде всего, исходит из своих интересов. И мы тоже так же делаем, из своих интересов. Говорить о том, что мы не реагируем на запросы друг друга, неправильно. Вот один из таких чувствительных моментов, как открытие рынка, китайского рынка для наших угольщиков, для горняков. Ну, в Китае тоже есть проблемы в угольной отрасли. Они тоже хотят, чтобы их горняки поставляли на внутренний рынок свою продукцию. Тем не менее, они открывают рынок для нашей угольной промышленности. Открывают, и достаточно прилично. Да, мы не можем до сих пор договориться по свинине. Но, понимаете, у них есть свои контракты. Правительство особенно не лезет в отношениях с бизнесом, у которых налажены связи. Нам нужно решить вопросы ЧАЭС с болезнью свиней. Ну, что же, у нас это было, надо закрывать эти проблемы. Это все текущие вопросы, требующие работы на разных уровнях взаимодействия. Мы двигаемся по каждому из них и уверены, что будут решаться и те проблемы, о которых вы заговорили. Но нам тоже нужно активнее работать и показывать наши преимущества. Китайские наши партнеры реагируют на это. Вы говорите, не открывают предприятие. А в Туле что открыют? Автомобильный завод. Автомобильный завод, каждый не открывает. Открывают. Но им тоже нужно смотреть, каков рынок, сколько вложений они сделают, как окупятся эти вложения. Значит, на нашей стороне это уже вопросы, которые мы должны решить и предоставить инвесторам хорошие условия. Мы неплохо работаем в высокотехнологичных областях. Мы продолжаем возводить в Китае атомные электростанции в немалом количестве. Это то, где мы, безусловно, являемся лидерами и демонстрируем очень хорошие результаты внутри страны и на международном уровне. И китайские партнеры это оценивают и дают нам эту работу, дают нам эти площадки. Хотя и сами у них развивается атомная энергетика. Но, учитывая определенные конкурентные преимущества наших предложений, они идут на это. Мы должны договориться в области, скажем, широкофюзеляжных самолетов. Это сложная работа. Но мы двигаемся, хотя переговоры идут давно, но тем не менее. А, скажем, в области вертолетостроения, где у нас очевидные конкурентные преимущества в мировом плане. Работаем там совместно с китайцами. И вот эти вертолеты с большой грузоподъемностью будем производить. Тоже договоренности есть. В космосе работаем, где, несмотря на определенные проблемы, у нас тоже есть конкурентные преимущества. И они спокойно идут на эту совместную работу. Но мы должны признать, что и Китайская Народная Республика, еще раз хочу подчеркнуть, под руководством сегодняшнего лидера, добилась больших результатов в сфере высоких технологий. Мы должны с ними проговорить все это, и такая работа идет, проговорить все это, посмотреть, а где же их выгода для сотрудничества с нами. Тоже дать хорошие условия. Это нормальная коммерческая деятельность. Но важно то, что она основана на очень хорошем, прочном фундаменте взаимного доверия. И я уверен, что будем двигаться вперед. Про высокие технологии вы сказали, наверное, не знаете, но сейчас китайцы напугали США тем, что они сделали свой чип 7 нанометров и поставили в новые портфоны. Да, они не этим напугали. Они напугали, что они большие, их полтора миллиарда, и экономика развивается семимиллионными темпами. Вот чем они напугали. И это вот проблема для штатов. Вот это да. А чипы это важно, но это элемент. Это только один из элементов. Хорошо. Несколько вопросов в продолжении темы, связанной с Солженицыным. В июле специальный корреспондент газет «Коммерсант», Андрей Колесников, который завтра в «Коммерсанте» напишет про эту пленарку. Замечательную статью будем читать. Он разговаривал с вами и привел параллели нынешнего времени с 1937 годом. Вы ему ответили, что сейчас 1923 год. Я с Андреем не согласен в этом смысле. Мне на ум приходит другое, 1922 год, так называемый философский пароход. Их на самом деле был не один, и не только на пароходах людей отправляли. Тогда людей заставляли уезжать. Из страны делали это большевики уезжать из страны советов. Сейчас у нас несогласные сами уезжают, их никто не выгоняет. Но страна снова лишается талантливых людей. Как эта потеря, по вашему мнению, скажется на развитии России? Вы знаете, каждый человек делает сам свой выбор. Мы уже об этом говорили. По разным подсчетам, те же журналисты подсчитывают, где-то деятели культуры, где-то примерно 160 человек, 170 выехали за рубеж. Они несогласны с политикой российского государства. Но можно быть несогласным с политикой российского государства и быть здесь. Говорите об этом. Никто же ведь не запрещает, но кто-то предпочел уехать. Связано это не только с позицией людей из сферы искусства, с позицией несогласия с тем, что руководство российское делает. Связано это тоже и с материальными вещами. Ведь накупили за последние годы домов, квартиры за границей, счета за границей. Люди хотят это сохранить, боятся потерять. И поэтому, в том числе, я не говорю, что это единственная причина. Нет, нет, конечно. В том числе и поэтому все-таки выезжают, сидят для того, чтобы все сохранить. От них требуют. Это же тоже хорошо известно. Требуют, чтобы они заявляли, требуют, чтобы критиковали, требуют, чтобы обличали. Ну вот они критикуют, обличают. Но, повторю, есть и такие, которые искренне не согласны с тем, что российское государство делает, власти российские. Ну, повторю, никто же не мешает им критиковать, будучи здесь. Но они предпочли уехать. Ну, бог с ними, это их решение. Но пострадала ли от этого российская культура? Ну, наверное, если талантливый человек, который мог бы здесь что-то и сделать, уехал, наверное, что-то мы потеряли. Но, с другой стороны, вот я честно скажу, может, лучше он тогда пускай делает там, за границей, интересы, которые он хочет обслуживать, чем здесь будет капать на мозге миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности. Понимаете? Поэтому, здесь такой вопрос сложный, но в конечном итоге человек сам вершитель своей судьбы. Приняли решение ехать, ну, хорошо. У нас всё работает, слава богу. Театры, концертные залы, выставочные площадки. Многие деятели искусства едут и в зону проведения специальной военной операции, поддерживают наших ребят-героев на передней линии фронта. Они сделали вот такой выбор. И они, вот они точно делают всё, что они делают в интересах российского народа. Наверняка завтра или сегодня вот эмигранты новой волны, они будут смотреть или читать в западных СМИ про эту пленарную сессию. Им важно понимать, для всех для них открыта дорога назад в Россию или нет? Никто не закрывал, они же сами поехали. Кто же сказал им, не приезжайте, а мы не можем. Ведь дело в чём? Дело в том, что в соответствии с российским законом гражданин России может жить, где хочет, но никто не может его лишить гражданства и запретить въезд в Российскую Федерацию. Я спрашиваю ещё один вопрос. Так называемая трансформация наказания. Мы помним, вернее, читали все, что было в Царской России. Ссылка к каторгу, потом в СССР красный террор, репрессии, потом психушки. А у нас вот сейчас в современной России появилось звание иноагента. Я посчитал, вот сейчас количество в нашей стране и физических лиц, и организаций вместе взятых с таким званием перевалило за 400. Уже и каждую пятницу мы видим новые фамилии, новые имена. По вашему мнению, мы всех подряд не гребём. И есть ли механизм, вот хорошо человек стал иноагентом, а как ему перестать быть иноагентом, что нужно сделать? Мы вообще никого не гребём. Кого мы гребём? Значит, вот этот закон действует с 1937 или 1938 года в США. Это почти калька. Только он гораздо более либеральный. Но мы же постоянно об этом говорим. В законе Соединённых Штатов предусмотрены уголовные преследования и тюрьма за некоторые действия. Что такое иноагент в России? Это человек, который занимается общественной деятельностью за деньги иностранного государства. И этот закон не запрещает даже ему заниматься дальше этой деятельностью. Он только требует, чтобы человек открыл источники финансирования. Но если ты... Мы же знаем хорошо, что там... Кто платит, тот и заказывает музыку. Если платят здесь внутри страны тем людям, которые занимаются общественной деятельностью, то хотя бы покажи источник своего финансирования. Ничего здесь такого нет. Правда. Есть много нюансов. И правозащитники неоднократно мне на это указывали. Много нюансов, связанных с тем, что под этот закон попадают люди, которые реальной публичной деятельностью не занимаются. Они занимаются там, я не знаю, экологией, ещё чем-то. Ну да, и мы вносим коррективы. Я всё время прошу правоохранительные органы и прокуратуру, следственные органы выносить какие-то предложения по поводу того, как можно совершенствовать эту процедуру. Но если вы спрашиваете, можно ли выйти из этого статуса, да, можно. И такие через решение суда. Вопрос, который связан с Украиной. Энтони Блинкин, госсекретарь, недавно побывал на Украине, потом вернулся и сейчас дал интервью ABC, в котором сказал, что Украина готова на переговоры с Россией. И добавил, что условия и будущие границы будут зависеть от мнения Украины. При этом в настоящее время, по его словам, мирные переговоры недостижимы, поскольку, цитата, для танго нужны двое. То есть он как бы намекает на то, что Россия не хочет идти на эти переговоры. У меня тут два вопроса. Как вы это прокомментируете? И второй, как по-вашему, с чем связана такая позиция госсекретаря? Он услышал то, что вы сказали в Сочи, что контрнаступление провалилось, и пора теперь разговаривать. И еще третий вопрос. А почему госсекретарь делает такие заявления за Украину? Госсекретарь США. Ну, это вы у него спросите, что он делает за Украину, какие-то заявления. Я не знаю. А что касается переговорного процесса, если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, но пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры. Там же декрет вышел президенту. Он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Вот Блинкен говорит, что они готовы. Ну, хорошо. Указ или декрет, как у них называется, пусть отменят. Как для начала. Первый шаг. Теперь в целом с чем связано. Ну, на мой взгляд, и мне, и многим другим понятно. Вот Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. Ну, сейчас не будем говорить, провал, не провал, но нет результатов. Потери есть большие. У нас сейчас начало этого контрнаступления. Причем они любой ценой, как они говорят, хотят добиться результата. Иногда складывает впечатление, что это вообще не их люди, которые кидают в это контрнаступление. Как будто это вообще не их люди. Честно говоря, так. Мне просто командиры рассказывают с поля боя. Это удивительно. А вы с ними созваниваетесь? Ну, постоянно. Вот, но потери большие. По танкам, 543 танка уже потеряли. По бронемашинам разных классов уже почти 18 тысяч и так далее. Значит, поэтому складывается впечатление, что они вот хотят, как их толкают, их западные кураторы, по максимуму отгрызть, извините за мавитон, то, что они смогут сделать. А потом, когда все ресурсы, и людские ресурсы, и по технике, по боеприпасам будут близки к нулевым значениям, добиться остановки боевых действий, сказать, ну вот мы давно говорим о том, что мы хотим переговоров. И начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность, значит, своих вооруженных сил. Вот такая тактика, ну, возможно, во всем случае это один из вариантов. Повторяю, если это искреннее желание добиться чего-то в ходе переговорного процесса, ну, тогда пусть делают это, что же, блин, это, пускай украинцы сами об этом скажут, указ отменяют, о котором мне сказали, декрет. И заявят, вот, знаешь, публично сказали, что мне не будут вести переговоры. Ну, пусть теперь скажут публично, что хотят. Не вижу я здесь ничего такого, что нанесло бы им какой-то, ну, имиджевые уроны, имиджевые потери. Ну, вот. А что может быть первым шагом с той стороны, после чего мы готовы будем идти на переговоры? Ну, послушайте, мне со всех сторон, ну, со многих сторон наши, значит, те люди, с которыми мы общаемся, выступают, или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят, а вот готовы вы на прекращение боевых действий? Ну, как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем, и мы прекращаем. Мы же не троцкисты. Движение – всё, конечная цель – ничто. Это плохая теория. То есть, получается, что сначала Киев должен остановить боевые действия, доказать это, после этого мы готовы будем разговаривать? Послушайте, я уже сказал, сначала они должны отменить указ, декрет, запрещающий вести переговоры. И заявить о том, что они хотят, готовы к этому, вот и всё. Ну, а потом посмотрим. Про поставки вооружения спрашиваю, и потом задам вице-президенту вопрос, потому что для вас это тоже больная тема, вы чуть-чуть про неё сказали. Принято решение о поставках снарядов с обеднённым ураном. Сейчас говорят о том, что есть шанс, о том, что ракеты большой дальности до 300 км тоже появятся на Украине. Первое, по-вашему, поможет ли это переломить ситуацию на фронте? И второе, как мы будем на это реагировать? Вы знаете, мы уже об этом говорили, но вынужден повторить. Совсем недавно администрация США считала, что использование кассетных боеприпасов – это военное преступление. Они публично об этом сказали. Теперь они сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине. Но при этом говорят, что не США, не мы, не подписывали запрет на обвинение. Да-да-да. А мы же сейчас не об этом, как говорят в деревне, а о другим. Они объявили публично, что это преступление и совершают эти действия. Вообще не плевать хотели на то, что о них думают. Они всегда делают исключительно всё, только в своих интересах. Вот они посчитали, что поскольку боеприпасы заканчиваются с 155-го калибра, и произвести их сложно и в европейских странах, и в США, они дают арсеналов то, что есть. Вот есть кассетные, и пошло кассетные с обвинённым ураном, и это туда же. Но всё это вот есть преступления, о которых они сами сказали. Не я, они сказали, что это преступление. Но они это и делают. Ничего не помогает. Вот они поставляли, уже давно поставляли. Да, и, конечно, это наносит нам урон. С обвинённым ураном то же самое. Но это же заражение местности происходит. Плохо? Очень плохо. Гросси, кстати, глава МАГАТЭ, сказал, нет-нет, ничего такого не будет. Мы знаем, что это такое. Заражение местности всё равно происходит. Значит, и в этой связи что? Поменяет? Вот поменяло это до сих пор? Вот они уже давно, англичане, поставляют это в снаряд. Поменяло это что-нибудь на поле боя? Нет. Вот они собираются F-16 поставлять. Поменяет это? Нет. Это просто затягивает конфликт. Затягивает. Вот у них выбранный процесс начинается в ноябре. Им во что бы то ни стало, нужно показать хоть какой-то результат. И они толкают украинцев к предложению боевых действий, чего бы публично ни говорили. Потому что им украинцев не жалко. Как ни странно, и сегодняшнему украинскому руководству не жалко своих людей. Бросают как в топку просто, и всё. Поменяет ли это что-нибудь? Думаю, что нет. Уверен, что нет. Затянет конфликт? Да, затягивает. Поэтому, но нас, знаете, беспокоит другое. О них ограничений нет. Вот сейчас вам историю одну расскажу. Совсем недавно, значит, в результате боестолкновений на нашей территории Федеральная служба безопасности в ходе боестолкновения захватила, там несколько человек было уничтожено, остальных взяли в плен. Это выяснилось, что это диверсионная группа украинских спецслужб. Идут допросы, чего они показывают. Задача у них была нанести ущерб одной из наших атомных электростанций, подорвать ЛЭП, линии высоководных электропередач, с целью нарушить деятельность энергетической установки в конечном итоге. И это не первая такая попытка. При этом они на допросе показали, что они готовились под руководством британских инструкторов. Они вообще понимают, с чем они играют или нет? Они чего? Нас провоцируют на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, атомной электростанциям? И вообще британское руководство и пример мне все знают, чем занимаются вы спецслужбы на Украине. Или, может быть, вообще не знают. Допускаю и такое, что в свою очередь британские спецслужбы действуют по указанию тех же самых американцев. Конечный бенефицер все равно нам известен. Но они понимают, с чем они играют или нет? Мне кажется, что они просто недооцениваются. Но у них же не было Чернобыля. Я знаю, что после моих слов сейчас войн начнется там очередной. Это опять угроза, ядерный шантаж и так далее. Я вас уверяю, что это полная, абсолютная, чистая правда, то, что я сейчас сказал. Вот эти гаврики сидят у нас и показания дают. Знаю возможную реакцию. Да, они там все, что скажете под дулом пистолета, а они транслируют. Нет, это не так. И руководство британских спецслужб знает, что я говорю правду. Но я не уверен, вообще понимает ли руководство Великобритании, что это такое. И вот такие вещи действительно беспокоят, потому что они не чувствуют краев, как у нас в народе говорят, и могут довести до серьезных последствий. Но мы же понимаем, что мы не ударим по атомной энергоструктуре. Я вам сказал, что, может быть, они провоцируют нас на эти действия. Госпожа вице-президент, вам вопрос. Вы затрагивали тему кассетных боеприпасов. Война в Вьетнаме закончилась, если я не ошибаюсь, в 1975 году. Как вот сейчас, насколько вот эти бомбардировки, которые были в Лаосе, повлияли на жизнь мирных людей, и как они продолжают влиять до сих пор? Спасибо. 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 Хотите прокомментировать это? Нет, нет. Я хочу только добавить, что мы не только принимаем участие в разминировании наших специалистов, но мы обучаем местных специалистов. Уже подготовили 150 человек, которые занимаются разминированием из местных. Владимир Владимирович, я сейчас спрошу про Армению. Год назад здесь на этой сцене Николай Ваваевич Пашинян сидел, и я видел, как вы общаетесь в куарах, и мне показалось, что было вполне абсолютно нормальное общение. Сейчас мы читаем про то, что вчера, по-моему, начались армяно-американские учения. Жена Пашиняна ездила в Киев, и спикер парламента Армении позволял себе в адрес нашего МИДа очень нелецеприятные высказывания. Почему произошел этот разворот Армении, как это скажется вообще на обстановке на границе с Азербайджаном, и к чему это вообще может Армению привести? Я не думаю, что есть какой-то разворот. Мы видим и понимаем, что происходит. Об этом можно много говорить. Мы предлагали свои варианты урегулирования. Я хочу скрывать, мне кажется, это хорошо известно. Армения контролировала 7 районов, которые поставила под свой контроль после известного армяно-азербайджанского конфликта. Мы предлагали договориться с Азербайджаном таким образом, чтобы два района – Азербайджарский и Лачинский – остались под юрисдикцией фактически Армении и весь Карабах. Но армянское руководство с этим не согласилось, хотя мы пытались убедить армянское руководство в течение десятилетия. Лет 10-15. Разные варианты, но в конечном итоге всё сводилось к этому. На наш вопрос, что вы будете делать, нам отвечали, что будем сражаться. В конечном итоге всё пришло к той ситуации, которая сегодня сложилась. Но дело не только в результатах последнего конфликта. Дело ещё в том, что армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. И в своём пражском заявлении просто зафиксировало это на бумаге. Ну и мы знаем об этом здесь. Ну чего вы говорите? Теперь мне президент Алиев говорит, ну вы же знаете, что Армения признала, что Карабах нас, что вопрос о статусе Карабаха больше не стоит, он решён. И армянское руководство вот об этом публично заявило. Посчитав и всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР и называв цифру, в которую входит, конечно, и территория самого Карабаха. Ну это состоялось, это же не наше решение. Это решение армянского руководства сегодняшнего. А если так, говорят нам, то вы теперь на все вопросы, если вы хотите чем-то заниматься по Карабаху, должны с нами решать на двусторонней основе. Ну а что нам сказать-то здесь, если сказать нечего? Если сама Армения призналась, что Карабах – это часть Азербайджана, ну чего надо делать? Конечно, здесь возникают другие вопросы. Вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом наших миротворцев. Это правда, да. Мандат еще действует. А вопросы гуманитарного характера, недопущения каких-то этнических чисток, конечно, никуда не делся. Вот я с этим полностью согласен. Надеюсь, что азербайджанское руководство, как и говорили всегда нам, и до сих пор говорят, не заинтересовано в каких бы то ни было этнических чистках. Более того, наоборот, заинтересованы в том, чтобы процесс этого происходил мягко. А насколько, по вашему мнению, вообще обоснованы претензии Еревана, когда говорит, что Россия не помогла, ОДКБ не помогло, блокаду Нагорного Карабаха тоже не сняли, и там гуманитарная катастрофа происходит? Но вы понимаете, если Армения признала, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана, все, ну что нам, о чем речь-то? Вот это ключевая составляющая всей проблемы. Статус Карабаха определила сама Армения. В этом же вся проблема. Такой личный вопрос. За эти дни Николай Лаваевич разговаривал с вами, потому что с Макромом он поговорил, с президентом Ирана поговорил. Он прислал мне письмо развернутое. Мы с ним в контакте. Здесь никаких проблем у нас с Арменией нет, и с премьер-министром Пашиняном никаких проблем нет. Мы с ним в постоянном контакте. Еще очень важный вопрос – это возвращаясь к событиям на Украине. Сейчас очень много слухов пошло о том, что якобы, возможно, новая мобилизация в стране, в России, у нас. Что вы ответите тем, кто сейчас нас смотрит? Послушайте, на Украине происходит насильственная мобилизация. Это одна волна за другой. Я уже не знаю, кого они сейчас будут мобилизовывать. Мы провели частичную мобилизацию, как известно. 300 тысяч человек мы призвали. Сейчас у нас за последние 6-7 месяцев добровольно подписали уже контракты на службу в вооруженных силах и в добровольческих подразделениях. 270 тысяч человек. Это дополнительно к мобилизации? Это частично? Конечно. Это за последние 6-7 месяцев. Люди приходят в военкоматы и подписывают контракты. 270 тысяч человек. И больше того, у нас этот процесс продолжается. Ежедневно 1000-1500 человек приходят для подписания контракта. Ежедневно. Вы знаете, это то, что отличает российский народ, российское общество. Я не знаю, честно говоря, в какой-то другой стране это возможно или нет. Ведь люди сознательно идут на военную службу в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте. И мужики наши, мужчины российские, понимая, что их ожидают, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить тяжелое ранение, все равно на это идут сознательно и добровольно, защищая интересы Родины. Вот вы сейчас только говорили о выборах. Они же прошли везде, в том числе и в Запорожской, Херхонской областях, в Луганской и Донецкой республиках. В тяжелых условиях происходили. Я удивлен мужеству работников избирательных участков. Там, когда обстрелы начинались, противник обстрелил, пытался обстреливать избирательные пункты, люди уходили в подвалы, обстрел заканчивался, они поднимались и продолжали работать. А другие приходили в избирательные участки и в очередях стояли, несмотря на опасность их обстрела. Почему я это говорю? Потому что наши солдаты, ребята наши, герои, которые там воюют на передке, они знают, что им есть кого защищать. И это ключевой момент. Мы защищаем наших людей. Мы скоро будем завершать, но у меня есть еще несколько вопросов. 1 сентября в школу поступил новый учебник по истории. Я не буду его подробно обсуждать, потому что мы делали интервью с вашим помощником Владимиром Ростиславовичем Мединским. Он подробно изложил позицию, но там есть такая цитата. Знаете, жизнь всегда сложнее, чем любые идеологические журнально-газетные штампы. Пройдет десятилетие, и наше время станет предметом скорпулезного изучения. Ученые-историки будут задаваться вопросом, какие шаги мировых лидеров, в том числе и руководства нашей страны, были предприняты правильно и своевременно, а в каких случаях следовало поступить иначе. Если можно, я хотел попросить, давайте не будем ждать ученых из будущего. Что было правильно, с вашей точки зрения, сделано, а где ошибки совершили за это время? Давайте подождем ученых из будущего. Только будущие поколения могут объективно оценить то, что мы сделали для страны. Вы знаете, я вспоминаю то, что князь Потемкин написал когда-то Екатерине II, когда речь шла о присоединении Крыма. Я не смогу воспроизвести дословно эту цитату, но смысл передать смогу. А написал он следующее. «Пройдет время, и будущее поколение поставит вам в вину то, что вы могли присоединить Крым и не сделали этого, и вам будет стыдно». Интересы государства прежде всего. Мы руководствуемся именно этими соображениями. Это ставим во голову в угла. И за это нам точно не стыдно. У меня один вопрос, связанный со спортом, с Олимпиадой, которая пройдет по Франции в следующем году. Прежде чем его задать, я хочу, чтобы мы все с вами поаплодировали нашему Данилу Медведеву, который бился в финале US Open в Нью-Йорке. И вообще финал хорош получился. Русский и серб играли два православных человека. Давайте скажем Данилу спасибо, что он смог это сделать. Правда, я смотрел эту трансляцию, не было никакого флага, не было никакого упоминания о том, что он из России. И Макрон, когда сказал про Олимпиаду, которая пройдет во Франции, как я сказал, в следующем году, сказал, что не будет там ни российских, ни белорусских флагов, ничего. Что вы можете сказать нашим спортсменам, для которых Олимпиада – это прям цель их жизни. Они прям ждут, им придется ее пропустить. Я вот что скажу. Конечно, мы должны, прежде всего, руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации. И каждый из них, которые годами, десятилетиями некоторые готовились к важнейшим стартам, должны сами для себя принять определенные решения. Но что касается самого Олимпийского движения, то я бы вот что сказал. Я думаю, что сегодняшнее руководство международных федераций, самого Международного Олимпийского комитета, они извращают изначальную идею Пьера де Комбертена. Спорт должен быть вне политики. Он должен не разъединять, а объединять людей. Что произошло в последние десятилетия? Олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов. Произошла недопустимая коммерциализация международного спорта и Международного Олимпийского движения. А как результат этой коммерциализации, о чём я говорю, спонсоры, рекламное время, ведущие западные компании, которые в тайничном итоге создают экономическо-финансовую базу функционирования самого Международного Олимпийского комитета и всего движения в целом. А они, в свою очередь, находятся в прямой зависимости от политических структур и правительств своих стран. Вот эта вся цепочка привела к тому, что сам международный спорт и Олимпийское движение деградируют. Они не выполняют свои важнейшие функции. Ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей. А вот эту функцию Международное Олимпийское движение утратило. И это очень прискорбно для самого Олимпийского движения, потому что так или иначе будут создаваться альтернативные движения. Ничего с этим не поделают. Это объективный процесс. Вот мы будем в следующем году проводить «Игры дружбы». Мы будем проводить соревнования в рамках БРИКС. И с удовольствием все будут в этом участвовать, те, кто дополитизированы. А это будет соответствующим образом убивать сегодняшние международные структуры. Надо их обновлять еще и кадрово обновлять. Поэтому это прискорбно, что это происходит. Но мы, конечно, будем защищать интересы наших спортсменов. Первое. И второе. Будем создавать для них альтернативные возможности. В том числе и по финансовым результатам и их достижениям. Минспорта статистику привел вот сейчас на ВЭФе или перед ВЭФом. 55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили российское гражданство на какое-то другое. Вместе с неолимпийскими более 100. Вы понимаете этих людей? Я уже сказал об этом в начале этого ответа, что люди десятилетними шли к какой-то цели, но теперь по политическим соображениям они не могут их достигать. Но, вы знаете, есть еще одна составляющая. Ведь есть, я не знаю, можно ли так говорить, но тем не менее. Некоторые говорят, что спорт и соревнования на международном уровне – это как бы сублимация войны. В этом что-то и есть. Но я никого не осуждаю. Но просто для спортсмена, особенно высокого класса, когда он выходит на пьедестал почета, звучит гимн его страны и поднимается флаг, знамя – это тоже имеет определенное значение. Но в конечном итоге каждый человек делает свой собственный выбор. Задам последний вопрос. Мы начали с того, что в сегодняшнюю пленарную сессию, с того, что 10 лет назад мы провозгласили, что Дальний Восток, Сибирь, Арктика для нас – приоритет. Я бы хотел все-таки посмотреть чуть-чуть вперед и поразмышлять над образом и Дальнего Востока, и Сибири, и вообще в целом над образом России через лет 10, предположим. Сейчас мы видим некую такую реинкармацию на новом витке, может быть, сравнить с Советским Союзом, когда были пионеры, теперь движений первых появилось. У нас в свое время вернулся музыка советского гимна. На ВДНХ у нас сейчас готовится выставка, которая будет в России, и это тоже напоминает то, что было тогда. Вот образ, например, для Украины будущего нарисован, понятно, это членство в НАТО и членство в ЕС. На Западе образ будущего тоже выглядит, ну, как сказать, радужным. А вот что, как этот образ будущего для России? Сейчас сказали, что для некоторых стран образ будущего в том, что они были членами каких-то организаций – НАТО, там, значит, Евросоюза. Вы понимаете, что вы сказали? То есть они за образ будущего связаны не только с взаимодействием с кем-то, а образ будущего, связанный с их полной зависимостью от кого-то. В сфере обороны их нужно, чтобы кто-то прикрывал, иначе они не смогут. В сфере экономики им нужно, чтобы были направлены деньги из соответствующих фондов, иначе им не подняться. Кстати говоря, и мира-то там на Украине никто не хочет, потому что если война прекратится, надо же будет отвечать перед народом за экономическую и социальную составляющую, а показать-то нечего. Я сомневаюсь, чтобы после окончания боевых действий потоком пошёл бы какой-то процесс восстановления украинской экономики. Кто кормить-то там будет? Я сомневаюсь. Значит, наше будущее зависит от нас. Вот я недавно встречался с молодыми учёными в Сарове. Они меня тоже спрашивали, ну или мы говорили во всем случае об этом. О чём? Хочу это сказать, может быть, в другом формате, но ту же самую мысль повторить. Учёные занимаются своими разработками. Так, значит, промышленники работают в сфере материального производства, в сельском хозяйстве, в промышленности. Деятели культуры создают образы для того, чтобы поддержать наши ценности, которые лежат в основе духовного мира каждого человека и каждого нашего гражданина. Всё это вместе, безусловно, будет давать нам результат. Это всё должно воплотиться в том, что страна наша, в том числе в сфере безопасности и обороны, должна быть самодостаточной. Но это не значит изоляции страны. Это значит, что мы в сотрудничестве с нашими партнёрами и друзьями, в интеграции с подавляющим большинством стран, которые представляют большинство населения страны, будем развивать свою собственную страну и делать её ещё более сильной. Я уже заговорил, промышленность, наука и так далее. Но при этом мы обязательно должны сохранить душу России, нашего многонационального и многоконфессионального народа. Вот эта гуманитарная составляющая вместе с наукой, образованием, вместе с реальным производством будет той базой, на которой страна будет двигаться вперёд, ощущая и понимая себя как суверенное, в полном смысле независимое государство, имеющее перспективы развития. Так оно и будет. Ведь смотрите, несмотря на все ограничения, которые были введены в отношения России, ведь на что рассчитывали? Что у нас финансовая система рассыпется, экономика рухнет, предприятия остановятся, многотысячные коллективы останутся без работы? Ведь этого ничего не произошло. Россия по результатам прошлого года вошла в пятёрку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, по объёму экономики. У нас есть все шансы и дальше двигаться по этому пути. Да, я сказал, у нас там инфляция немножко подросла, но она в рамках соответствующих показателей находится. Безработица на историческом минимуме 3%. Такого никогда не было. 3% всего безработица в стране. Да, в этой связи возникают некоторые другие вопросы с трудовыми ресурсами, но они тоже решают. Вот впервые за несколько лет у нас растут реальные доходы населения. Да, это скромные доходы, я говорю, но тенденция правильная. И реальные располагаемые доходы, и реальная заработная плата подрастает. Всё это вместе даёт нам все основания полагать, что Россия не только имеет такое надёжное и хорошее будущее, но оно обеспечено, это будущее, усиление всего нашего многонационального народа. Спасибо. Хочется в заключении сказать, что звучит как предвыборная программа, но до декабря об этом говорить нельзя. Большое спасибо. Будем завершать нашу пленарную сессию. Мы проговорили практически 3 часа, попытались ответить на многие вопросы, но невозможно они объять необъятные. Поэтому, госпожа вице-президент, большое спасибо, что приехали. Владимир Владимирович, большое спасибо, что ответили на все мои вопросы. Спасибо. Всем хорошего вечера. Спасибо. 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 . . Спасибо. . 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 до 20 лет. Ставка 2%. С помощью этого инструмента более 78 тысяч семей уже приобрели или построили новое жилье. Предлагаю скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, повысить ее привлекательность. Мы вчера с коллегами тоже об этом говорили. А именно поднять верхнюю планку кредита до 9 миллионов рублей для тех, кто желает приобрести свое жилье площадью свыше 60 квадратных метров. И таким образом у семей будет больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства собственного дома. Добавлю, что изначально дальневосточная ипотека была рассчитана только на молодые семьи. Но с прошлого года такой кредит могут получить все учителя и врачи, работающие на Дальнем Востоке. Предлагаю сделать следующий шаг и вновь увеличить охват этой программы. Сделать ипотеку по 2% доступны и для сотрудников дальневосточных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Подчеркну, именно для всех работников ОПК на Дальнем Востоке, независимо от их возраста, семейного положения. Так же, как это мы сделали для врачей и учителей. Далее, мы предложили особые механизмы для развития жилищного строительства, включая так называемый дальневосточный квартал, когда компании, ведущие комплексную застройку, получают льготы резидентов территории опережающего развития. В результате, уже на этапе проектирования, вместе с жильем закладывается комфортная городская среда и социальная инфраструктура. Детские сады, поликлиники, спортивные комплексы и так далее. В том числе, с помощью механизмов дальневосточного квартала строится город-спутник Владивостока. Здесь, в современных условиях, будут жить около 80 тысяч человек. Добавлю, что для комплексного развития социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке введена так называемая президентская субсидия. В рамках этой программы уже построены, отремонтированы и оснащены оборудованием более полутора тысяч объектов во всех дальневосточных регионах. Это что это такое? Это школы, больницы, спортивные залы, физкультурно-оздоровительные комплексы, дома культуры и так далее. Назову несколько объектов, которые были сданы в последнее время. Это кардиососудистый центр в Якутске, центр ядерной медицины в Улан-Удэ, центр игровых видов спорта и единоборств в Комсомольске-на-Амуре, построено жилье для работников социальной сферы на Чукотке, открылся парк-маяк на берегу Охотского моря в Магадане. Отдельное большое направление работы, которое мы запустили, касается обновления 25 агломераций и городов Дальнего Востока. Сейчас не буду их перечислять, вчера мы публично обсуждали этот вопрос. Города должны получить новый облик на основе качественных проработок мастер-планов, с учетом тех проблем и преимуществ, которые у каждого города свои. Мастер-планы в целом подготовлены, мы вчера говорили об этом. Нужно доработать их, определить источники финансирования и как можно быстрее двигаться вперед. В реновации городов нужно активно задействовать механизм дальневосточной концессии. Кроме того, предлагаю в ближайшие три года направить на приоритетные мастер-планы дополнительные ресурсы и вчера еще поручил правительство доработать все эти механизмы. А в дальнейшем посмотрим на возможности увеличения этого финансирования на период до 2030 года. И, конечно, нужно уделить особое внимание муниципальным образованиям, в том числе небольшим. Так, в рамках программы «Тысяча дворов» в прошлом году обустроено 1245 общественных пространств. По итогам теплого года к ним добавится еще 562. Безусловно, нужно продолжить эту работу. Что здесь хотел бы подчеркнуть? В свое время мы приняли решение, по которому во всех наших ключевых программах развития есть специальный дальневосточный раздел. За счет этого набран хороший темп государственных капиталовложений. Именно в проекты Дальнего Востока. Этот уровень, такую динамику, такие дальневосточные приоритеты госинвестиций обязательно нужно сохранить. И еще. Дальний Восток должен быть не только территорией, опережающей развитие экономики, социальной сферы и городской среды. За этими планами и проектами нельзя упускать из виду заботу об уникальных экосистемах, о сохранении сотен редких видов растений и животных. Кстати, в рамках нынешнего форума впервые прошел международный форум «День сокола», посвященный сохранению и увеличению популяции хищных и редких видов птиц. Я хочу поблагодарить наших друзей, коллег из Ближнего Востока. Они уделяют этой теме такое повышенное внимание. И мы, конечно, будем, уважаемые коллеги, с вами работать и по этой чисто гуманитарной, но очень интересной теме. На Дальнем Востоке более 60 особо охраняемых природных территорий федерального значения. Многие из них объекты всемирного природного наследия. Это озеро Байкал, Ленские столбы, заповедник остров Врангеля, вулканы Камчатки и так далее, и так далее. Это неотъемлемое национальное богатство, но в то же время это достояние всей планеты. И мы обязаны его сберечь и одновременно предоставить возможности для научных исследований, для образования и отдыха детей, молодежи, чтобы российские туристы и наши гости из-за рубежа могли познакомиться с прекрасной природой Дальнего Востока. Уже говорил, что российский Дальний Восток должен стать площадкой для отраслей новой экономики, включая развитие туризма в национальных парках Приморья, Кабаровского края, Якутии, Бурятии, Камчатки и Курил. С 1 сентября вступил в силу закон, который создает цивилизованные условия, нормативные рамки для экотуризма, формирует базу для раскрытия научного и туристического потенциала охраняемых территорий. Важно, чтобы они были обеспечены инфраструктурой. В этой связи предлагаю в следующем году выделить дополнительные ресурсы на национальные парки Дальнего Востока. Подчеркну, не за счет перераспределения средств с других природных объектов, а именно добавить плюсом, что называется, сверху предусмотренному финансированию. И еще несколько слов о формировании новых отраслей Дальнего Востока. В конце мая прошла выставка «Развитие креативной экономики в России». Тогда состоялась предметная дискуссия, прозвучали интересные предложения от молодых предпринимателей, в том числе из дальневосточных регионов. Так, в Якутии, благодаря усилиям региональных властей и инициативе самих бизнесменов, сложилась одна из лучших практик по развитию творческих индустрий. Например, программирование, архитектура, промышленный дизайн и так далее. Этот опыт ляжет в основе подготовки регионального стандарта развития творческих индустрий, который затем будет распространен на все субъекты Федерации. Здесь важнейшая задача сделать наши российские марки, бренды более узнаваемые. Вот сейчас только с коллегами встречался, с модераторами, я уже упоминал эту встречу, они мне сообщили приятную новость, что процесс этот идет достаточно быстрыми темпами и дает хороший результат. Нам необходимо поддержать спрос на отечественную продукцию и условия. Например, с помощью выставок, ярмарок и так далее. Безусловно, будем продолжать этот процесс. Первая такая ярмарка креативных индустрий прошла в августе в Новосибирске. В ней приняли участие 70 российских производителей. За три дня ее посетили 17 тысяч человек. Вторую ярмарку буквально на днях принял Владивосток. Мероприятие вошло в культурную программу нашего форума. Думаю, что эти начинания подхватят и остальные регионы нашей страны. А что касается конкретно Дальнего Востока, то здесь принято еще одно решение, которое касается освоения новых индустрий в экономике, в культуре, в спорте. Мы договорились, что в Дальневосточном федеральном округе будет организован ежегодный турнир по киберспорту. Это направление уже завоевало большую популярность во всем мире. Причем наши киберспортсмены находятся на лидирующих позициях. И проведение соревнований высокого уровня в России, уверен, послужит продвижению компьютерного спорта и в нашей стране, и за рубежом. Первый турнир пройдет уже в конце года. Я прошу отечественные IT-компании и компании с госучастием обратить внимание на этот вид спорта и поддержать его. Уважаемые коллеги, за прошедшие 10 лет для Дальнего Востока и Арктики сделано немало. Задан мощный вектор развития экономики, социальной сферы, инфраструктуры. Созданы уникальные для нашей страны условия для ведения бизнеса. Я вот не побоюсь этого слова. Именно уникальные условия. Развернуты крупные, знаковые проекты в добыче природных ресурсов и обрабатывающей промышленности. В жилищном строительстве и обновлении транспортной сети. Сверстаны и реализуются планы по улучшению облика городов и поселков. Огромная, ключевая заслуга достижения этих результатов принадлежит жителям Дальнего Востока. И тем, чьими жили здесь многие-многие поколения. И тем, кто недавно приехал сюда из других регионов России работать, учиться или вести свое дело. Всем, кто верит в будущее Дальнего Востока, в его огромные возможности и потенциал, носит свой вклад в его развитие, хочу сказать особые слова благодарности. И повторю, Дальний Восток – наш стратегический приоритет на весь 21 век. Я заканчиваю свое выступление тем, с чего начал. И его роль, так же как и роль значения всей нашей страны в мире, уверен будет только возрастать. Благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Дружеская рука пожать. Госпожа вице-президент, я чуть позже, если можно, предоставлю вам слово. А сейчас я хотел бы задать несколько вопросов сразу же президенту России по поводу выступления, которое было сейчас. Владимир Владимирович, очень здорово, что произнесли слова насчет приоритета по Дальнем Востоке, потому что ведь многим могло показаться, что приоритет у нас сейчас находится в совершенно другой части света на Западе. И все усилия мы вкладываем туда. У нас много приоритетов. Но Дальний Восток – один из главных. Это третий раз, так что мы запомним, что это действительно так. Вы сказали про трассу М-12. Не могу вот от себя, честно сказать, вам спасибо сказать и Марату Шакерзяновичу, который здесь сидит. Я из Владимира, 180 километров между Москвой и Владимиром. Например, в какие-нибудь майские праздники 6 часов или 7 часов на машине. Это было просто невозможно. Сейчас попробуем по новой трассе проехать, посмотрим, как это будет на самом деле. И сразу же несколько вопросов. В выступлении сейчас прозвучали слова, я даже для себя записал, историческая глобальная задача. То, что касается Дальнего Востока. Вообще, мне приходит такой в голову аналогия, что вот те планы, которые были озвучены, их, наверное, можно сравнить с тем, что делал Столыпин по поводу освоения Сибири, или план индустриализации, который был в СССР. Но у меня вопрос, а вот если бы не случились бы санкции с начала 2014, потом 2022 года, если бы границы не закрылись, если бы на Западе невозможно было размещать наш капитал, вот как, по-вашему, вот эти глобальные планы внутри страны, они смогли бы произойти, их можно было бы осуществить? И приведу статистику, подтверждение своих слов, своего вопроса. Статистика по специальному административному району на острове Русский за год. Плюс 43 резидента, сейчас всего 60 резидентов. То есть взрывной рост именно после введения санкций. Во-первых, мы начали эту работу 10 лет тому назад. Вы сами меня об этом спросили, и я сказал об этом. Мы начали работу задолго до всех событий, которые происходят в последние годы, начиная с 2014. И начали ее потому, что видели тенденции развития мировой экономики. Мы видели рост новых центров влияния, новых центров экономического развития. Ну, мне не нужно, наверное, называть эти страны, они же очевидны для всех. Мы понимали, что и как, и куда разворачивается. И мы видим это сегодня. Эти тенденции сохраняются. Даже более того, набирают обороты. Но то, что произошло после 2014 года, после того, как на Украине западные страны, значит, поддержали государственный переворот и начали войну на Донбассе, конечно, многие процессы стали ускоряться. Здесь мы можем только пожалеть о том, что мы своевременно не реализовали те планы, которые были у нас по развитию инфраструктуры, в том числе дорожных сетей на Дальний Восток. Потому что, ну, честно говоря, правительство немножко просчиталось. Полагали, что не будет такого объема грузоперевозок. Но он оказался даже в последние годы больше, чем можно было себе представить. Но ничего, ничего. Мы справляемся. Планы есть. Они сверстаны ранее. Поэтому нам легче будет их реализовывать даже в короткие сроки. Вот сейчас мы только с этими модераторами, с нашими коллегами обсуждали планы развития Восточного полигона. Средства есть. Желания у инвесторов есть. Потому что есть рынок. Они готовы свои собственные деньги вкладывать. Потому что видят отдачу от такого. Огромного потока. Такого большого грузооборота. Отдача на вложение обеспечена. С хорошей нормой рентабельности. Поэтому начали давно. Ну, а за последние годы то, что происходит в мировой экономике, конечно, простимулировало нашу работу на этом дальневосточном направлении. Тем не менее, фраза, которая звучит так, что «не наступайте на одни и те же грабли» два раза прозвучала. Не до всех дошло еще что-то. Вы знаете, если вас интересует, ну, наверное, многих интересует из бизнеса общество. Знаете, есть такая тенденция. Вот куда-то там раньше создавали многие наши предприниматели какие-то площадки для себя. Потом столкнулись с проблемами изъятия законно заработанных средств. Вот, знаете, это не мои средства, а средства наших компаний, наших предпринимателей. Но это просто переходит всякие границы. Люди, которые это делают и сделали, они не понимают даже негативных последствий для себя. По-моему, до сих пор этого не оценивают. Ограничение, допустим, расчета в долларе. К чему это ведет? Потому что все страны задумались о создании своих собственных инструментов, о создании новых систем расчетов. Задумались о том, стоит ли хранить в тех же Штатах или где-то в Европе свои сбережения, накопления. Стоит ли вкладывать в ценные бумаги этих стран свои сбережения. Ну, я вам гарантирую, я знаю, что это происходит. Конечно, каждый задумается. Вот, значит, то, что наши золотовалютные резервы заморозили. Да мы уже в два раза больше заработали. Дело же не в этих 300 миллиардах, а дело в подрыве доверия к тем, кто это делает. Разрушают доверие к себе. То же самое происходит в торговле, в ограничениях, связанных с торговлей. Поэтому, Бог его знает, но сами виноваты в том, что такие негативные последствия неизбежно наступят для них. Они уже наступают. Мы же к этому не стремились. Но все равно это объективный процесс. Это объективный процесс, связанный с ростом новых быстро развивающихся центров экономического. А те, кто приходят сюда, возвращаются в Россию? Я сейчас скажу про грабли. Значит, но, тем не менее, мы видим. Вот на сегодняшний день уже практически восстановились логистические цепочки поставки товаров. Все как бы так нормализовалось. Ну, и видим. Вот это связано и с курсом национальной валюты, в том числе, сдержанный возврат валютной выручки. Желание где-то что-то опять за границей разместиться. Но мы же это видим. Мы все понимаем. Нам нужно как-то вот с бизнесом договориться. Они должны понимать и исходить с того, что здесь надежнее работать. Поэтому не надо наступать на одни и те же грабли. Я уверен, что меня понимают те, к кому я обращаюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ Как раз мой следующий вопрос и касается отношения государства, взаимоотношения государства и бизнеса. Те, кто сюда возвращается, те, кто приходит на остров русский и так далее. Вот у меня перед МЭФом было интервью с Андреем Ремичем Белоусовым. Я его спрашивал, как государство и бизнес меж собой должны функционировать. Он говорит, что как партнер на государство старший партнер, а бизнес младший партнер. Он так сказал? Да, он так сказал. Он говорит, как бывший сотрудник Госплана. Мы должны быть равными партнерами. Надо будет у него потом спросить его мнение после этих ваших слов. Да, он знает. Я постоянно так шучу. Это шут. Но тем не менее, значит, вы уже сказали, что равные партнеры должно быть. А в принципе, вот вам сейчас не кажется, что государства слишком много становится в экономике и бизнесе? Да, мы об этом слышим. Об этом говорят постоянно. Это не так. Да, у нас есть крупные компании, особенно в сфере энергетики. Но частные структуры развиваются быстрыми темпами. Мы их поддерживаем, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке. Ну, смотрите, мы сопровождаем все вложения на Дальнем Востоке инфраструктурными нашими инвестициями со стороны государства. Вот за предыдущие года три вложили уже инфраструктуру для поддержки бизнеса. Не помню, по-моему, там 15, что ли, миллиардов. Не помню точную цифру. А вот за этот год уже 8,5 миллиардов. Только за год за этот 8,5 миллиардов. И на ближайшие три года еще 33, по-моему, будут вкладывать. И так по очень многим направлениям. Мы же льготируем работу по наших компаниям. Особенно здесь, в Дальнем Восточном регионе. Ну, давайте будем здесь оставаться, на этой территории. Здесь я упоминал про торы. Ну, там посчитать, сколько льгот там по уплате социальных взносов, по налогу на прибыль, по налогу на имущество. А если взять курилы, там еще в два раза все круче по льготам, чем для территории опережающего развития. Поэтому вот это сотрудничество между государственным и бизнесом, оно приносит хорошие результаты. Приносит. Мы дальше так будем делать. Но знаете, что еще очень важно? Мне кажется важным, что все-таки между правительством и бизнес-кругами на протяжении уже десятилетия, может быть, даже пару десятилетий, сложился очень хороший диалог. Практически правительство не принимает никаких решений в сфере экономики, не проводя предварительных консультаций с бизнес-объединениями. Мы всегда стремимся учитывать мнение наших партнеров о бизнесе. Ну, так же, как и про союзы. Вот про торы вы сказали, и про особые экономические зоны. Налоговые льготы — это все хорошо. Ну, пообщался с специалистами в этой области, они говорят, что не только это нужно. Нужно, например, еще чтобы была инфраструктура построена к этой зоне. Например, там газ, электричество и все остальное. И этого не хватает. Да, я поэтому и сказал. Да, кстати, вот я эту цифру хронул. 25 миллиардов за последние годы истратили как раз в инфраструктуру. За первые полугодия это 8,5 и 33 еще предусмотрено. Так мы так это делаем. Мы и будем это делать дальше. Мы понимаем, что вложение в инфраструктуру и должна быть нашей поддержкой в бизнес. Мы так и делаем и будем это делать дальше. Про курс рубля хотел спросить. Год назад, когда мы сидели вот на этой сцене, рубль и доллар был где-то 60 рублей за доллар. Этим летом подошло к 100, по-моему, даже перешло за 100. Сейчас последняя, я смотрел перед этой сессией, 93 рубля. Волатильность, ну, очень-очень большая. И вот по итогам 2022 года российская валюта стала самой волатильной в мире. Как в таких условиях вообще прогнозировать что-то, когда ты не понимаешь, а что будет с национальной валютой? Да, это, конечно, вопрос, который требует своего кропотливого исследователя в виде Центрального банка и правительства Российской Федерации финансовых властей, так называемых. Ну, в целом, я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы и сложности. Связано это со многими факторами, в том числе с возвратом или с невозвратом частично валютной выручки от наших крупнейших экспортеров. Связано с тем, что на первом этапе, о котором вы сказали, когда доллар был 60 рублей, значит, логистические цепочки для импорта не были налажены. Сейчас импорт в большем и большем объеме поступает на наш рынок, а это значит, значит, иностранная валюта все больше и больше востребована. Есть и другие факторы, но в целом они, это управляемые факторы. Мы их видим, понимаем, и ЦБ их видит. ЦБ вынужден был, конечно, поднять ключевую ставку до 12%, но в том числе потому, что инфляция начала немножко подниматься. У нас сколько сейчас? 5,4%? 5,2%? Я не помню. Примерно, да? 5,2%? Значит, в годовом исчислении. Поэтому ЦБ отреагировал на это, он не мог не отреагировать. Я думаю, что правильно сделал своевременно. Да, это сокращает возможности для кредитования, немножко сдерживает экономику, развитие экономики, но зато существенным фактором является для снижения инфляционных рисков. Все нужно делать своевременно. Поэтому это управляемая ситуация. Я сейчас не буду вдаваться в детали, потому что это тонкая сфера, но она управляет. Тем не менее, как я понимаю, государство собирается регулировать или вводить какие-то ограничения. Я почему спрашиваю? Потому что вот предыдущая, когда совсем рубль ослаблялся, помощнику президента пришлось Максиму Орешкину написать колонку. После этого в тот же день там чуть-чуть укрепился рубль. Или Андрей Леонидович вот вчера дал интервью РБК, я тоже сказал, что есть лазейки, куда, как выводят деньги. Они пугают, говорят, давайте по-мирному будем делать то-то и то-то, а иначе мы введем какие-то ограничения, обязательный возврат, выручки и так далее. Но резких движений никто делать не будет. Про Центробанк и ключевую ставку. 12% в эту пятницу на этой неделе будет новое заседание. И есть такая вероятность, что ставку могут поднять еще. Соответственно, кредиты дорожают. А как в этом случае тогда развивать промышленность? И как брать новые кредиты? Они становятся, деньги становятся гораздо дороже. Я уже сказал об этом, что ключевая ставка влияет, конечно, на стоимость денег, на кредиты межских банков. А это, безусловно, сдерживает кредитование экономики, значит, и ее рост. Но в целом мы видим, что кредитование находится на достаточно высоком уровне. Первое. Второе. Второе мы видим и опережающий рост потребительских кредитов. Здесь тоже существует набор инструментов, как эти риски купировать. Я сейчас тоже вдаваться в детали не буду, с Набиуллиной поговорить, она вам расскажет. Значит, поэтому влиять, конечно, на это нужно. Но если мы упустим ситуацию, которая приведет к неконтролируемому росту инфляции, в конечном итоге для экономики это будет еще хуже. Потому что тогда в условиях большой инфляции строить бизнес-планы практически невозможно. Здесь нет хороших и очень хороших решений. Здесь есть сложные решения, но их нужно принимать в свои времена. И Центральная банка, правительство до сих пор это делали, и делали весьма эффективно. Еще хочу задать вопрос про ипотеку. Да, я прошу прощать, здесь нужно добавить. Но понимая, что стоимость кредита возрастает, у нас же целый набор инструментов создан по важнейшим отраслям, по важнейшим проектам, связанным с интересами всей экономики страны. У нас же существует целый набор поддержки получения кредитов. Они же льготируются, там определенные преференции предусмотрены. Целый набор инструментов создан для того, чтобы поддерживать компании, которые осуществляют крупномасштабные инвестиции. делается это совместно с государством. Ну, я сейчас не буду их повторять, промышленные платформы и так далее. Все бизнес знают об этом. Они будут продолжаться. Здесь вопрос в чем? Вопрос, если утражение кредита будет происходить, то надо, конечно, правительство будет подумать на тему о том, увеличить фонды на фондирование этих инструментов. Ну, наверное, это, правда, дополнительные расходы. И здесь есть другая сторона медали, а именно устойчивость бюджета, его сбалансированность и так далее. Ну, это все рабочий момент. И про ипотеку я хотел спросить. Вот начал задавать вопрос. Вы сказали о программе расширения льготной ипотеки здесь, на Дальнем Востоке. В ЦБ, наверное, зажмурились от этого, потому что наш ЦБ несколько раз рассказывал мнение, что льготная ипотека слишком раздута в России. Они видят риски. Вы видите в этом риски или нет? Да-да-да, есть определенные риски, но мы их видим и оккупируем. Что касается Дальнего Востока, здесь проживает, у нас за Уралом проживает 12,5 миллионов человек всего. Поэтому это не такая уж нагрузка для всей страны, для всей экономики. Ну и последний вопрос в этой части, прежде чем передать слово госпожа вице-президенту, вопрос, который волнует бизнес. Налоги будут поднимать или не будут поднимать? Или в этом нет необходимости? Правительство не видит пока в этом необходимости. Это важный ответ для всего бизнеса. Сейчас я предоставлю вам слово. Но прежде я бы хотел привести для зала, чтобы они понимали несколько интересных фактов про Лаос. Мне кажется, это важно. Первое. Дипломатические отношения между СССР и Лаосом были установлены в 1960 году, 7 октября. Мы нашли еще один повод, чтобы праздновать этот день. Будем праздновать вместе. Договорились. С 2011 года Россия и Лаоса – стратегическое партнерство в Азиатской Тихоокеанском регионе. Второй факт, который нашел. Лаос – страна, которая подверглась самой большой бомбардировке в мире. Более 200 миллионов бомб были сброшены с США на Лаос во время войны во Вьетнаме. И 350 тысяч лаосцев погибли во время этих бомбардировок. Третье. Правящая Народно-революционная партия Лаоса по-прежнему верна идеям социализма. Четвертое. В Лаосе есть пионерское движение. Я, честно говоря, не знал про это ничего. Когда готовился к сессии, узнал. Пятое. В Лаосе до сих пор любят багеты и белый хлеб. Это такое хорошее наследство от Франции осталось. И лаосский кофе считается одним из лучших в мире. Если я правильно прочитал. Ну и последнее. Для нас, для россиян важно, что 30 дней в Лаосе можно находиться без визы. Поэтому добро пожаловать в Лаос, а вам добро пожаловать сюда, на трибуну. Пожалуйста, вам слово, госпожа вице-президент. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Дима Торзок. 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 Подписывал DimaTorzok. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Вот, попал. Владимир Владимирович, вопрос вам. Потом я вам задам тоже вопрос. В 90-е годы мы перестали быть другом и поддерживать многие другие государства. Например, Куба, тот же Лаос. Как по-вашему, сейчас нам насколько трудно восстанавливать эти отношения и можно ли их вывести на тот уровень, который был во времена Советского Союза? В 90-е годы мы многое приобрели, имею в виду прежде раскрепощение, свободу. Многое потеряли, к сожалению, бездумно. Истратили или растачали то, что было наработано прежними десятилетиями за время существования Советского Союза. Но вы знаете, историческая память у тех народов, с которыми мы дружили, с которыми мы общались, которым часто помогали в их развитии, она у людей сохранилась. И на новых принципах нам несложно восстановить отношения, потому что люди в этих странах хотят. Это касается и Лаоса, мы видим там много друзей. Это касается в целом Азиатско-Тихоокеанского региона. Это касается той же Африки. Вот совсем недавно прошел саммит России-Африка. Вы знаете, я, честно говоря, в очередной раз был удивлен открытостью африканцев, их желанием с нами работать. И сам все время тоже задумывался. Дело же, понимаете, дело не только в том, что мы что-то делали для Африки, помогали людям там обрести свободу, независимость, бороться с колониализмом. Хотя это очень важно, они все помнят. Но они помнят также и другое. Понимаете, в чем, на мой взгляд, в чем главное? В том, что мы не были никогда колонизаторами. Нигде. Наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь и поддержать. А те страны, которые с нами пытаются соперничать, в том числе и сейчас, они как раз проводили совершенно другую политику. И вот это вот, когда люди сопоставляют, что происходило в прежние времена в сотрудничестве с Россией, с Советским Союзом, как она тогда называлась, и с другими странами. Конечно, все в пользу России складывается. Конечно, мы сегодня должны это учитывать и иметь в виду. Ну, вот смотрите, если посмотреть ту же Африку, да, наше сотрудничество. Да, мы помогали. А что делали бывшие колонизаторы? Еще в 1957 году, вот мне фотографию показывали недавно, да, в европейские страны, вот, скажем, в ту же Бельгию, привозили из Африки людей в клетках. Без слез смотреть невозможно. Дети в клетках сидят, их выставляли на показ. Да, эта выставка была, это так и в деревню устроили. Да, да, да. В клетках привезли людей и показывали на показ, выставили, значит, в том числе целыми семьями и отдельно детей в клетках держали. Ну, как это можно забыть? Да в Африке это никто не забудет. И сейчас еще пытаются командовать и проводить там свою в целом неукорониальную политику. Ну, обременили все страны Африки, они там триллионы должны. В долларовом исчислении. То есть создали такую, значит, кредитно-финансовую систему с африканскими странами, в рамках которой африканские страны расплатиться с выданными им кредитами не могут по определению вообще. Как это даже не кредитные взаимоотношения, как интрибуция какая-то. Ну, понимаете, а у нас тем другие подходы. Были и есть. И это дает нам определенные преимущества в работе с нашими партнерами. И с теми, с которыми у нас были особые отношения еще в советское время. И с теми, с которыми мы выстраиваем отношения заново сейчас. Это тоже чувствуют наши друзья. Поэтому я здесь вот не вижу больших сложностей, в том числе в деле восстановления наших прежних позиций. Если уже затронули эту тему, можно я задам такой вопрос. А как быть с теми, кто не считает так? Кто, например, Россию, это страны Прибалтики, это Чехия, это Венгрия, которые говорят, что Россия себя вела как колонизатора, когда вводила, например, танки. Тоже, Прагу или Будапешт. Вам же давно признали, что вот эта часть политики Советского Союза была ошибочной. И вела только к напряжению отношений. Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, чтобы идет явное противоречие с интересами других народов. Вот и все. Но именно на эти грабли, если уж говорить о грабле, наступает сегодня ведущая страна Запада. И прежде всего Соединенные Штаты. Спасибо. Они давят и своих союзников, и своих так называемых партнеров. У них нет друзей. У них есть только интерес. Это продолжение известной британской формулы. Да, спасибо. Госпожа вице-президент, вопрос вам. Что дает Лаосу сотрудничество с Россией? И, например, почему вы приняли решение, что в Лаосе возобновляется изучение русского языка? Это ведь не потому, что президент Лаоса на русском говорит. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы сейчас вспомнили о пионерах, которые в Лаосе функционируют как организация Но вот сейчас госпожа вице-президент была в нашем детском лагере «Океан» и с удовольствием отметила, что там отдыхают дети из Лаоса И в очень хороших условиях и отличные отношения установились со сверстниками российскими Но я могу к этому добавить, что дети из Лаоса не только отдыхают в детском лагере «Океан» Они еще учатся в суворовских училищах Российской Федерации Лаосские суворовцы получаются Для иностранных гостей могу сказать, что это военные училища для детей Там ребята учатся и чувствуют себя очень комфортно Да, спасибо А если уж мы заговорили про... Так что мы постепенно, постепенно, все это не спеша Все делаем и будем делать дальше Восстанавливать наши отношения с нашими друзьями Это замечательно Про логистику, если заговорили 10 лет в этом году отмечает питайский проект «Один пояс, один путь» У нас был проект и остается до сих пор большое евразийское партнерство Но здесь вот после G20 сразу было объявлено, я перечислю страны США, Евросоюз, Садовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Ордания и Индия Завершили работу над историческим, как было заявлено, соглашением О новом экономическом коридоре Индия, Ближний Восток, Европа А России там нет, Китая там нет Как по-вашему, как вот эта инициатива повлияет на реализацию и китайского, и нашего проекта И что это вообще значит для нас? Я считаю, что это нам на пользу, нам это будет только помогать развивать логистику Во-первых, этот проект обсуждался давно, уже в течение, по-моему, нескольких лет Правда, американцы впрыгнули в этот пояс в последний момент Но для них я вообще не вижу большого смысла в этом проекте находиться Оно только может быть чисто с точки зрения бизнес-интереса какого-то Между тем, дополнительное движение товаров по этому коридору Это по сути дополнение к нашему проекту Север-Юг Мы здесь ничего не видим такого, что могло бы нам помешать Север-Юг, мы выходим по этому коридору в Персидский залив, там в Индию Если будет еще один маршрут, мы через, а там еще Израиль, по-моему, задействован Мы можем через Черное море уходить потом в Средиземное и использовать этот коридор Я не знаю, коллеги, которые этот проект презентовали, они должны, конечно, внимательно посмотреть Это только меморандум о намерении Да, но надо посмотреть на экономику этого проекта Потому что сначала по железной дороге товар должен дойти, груз должен дойти до моря Перегрузка с железной дороги на морские суда Потом приход, значит, к берегу или в Арабские Эмираты, либо в Саудовскую Аравию Еще раз надо перегрузить с кораблей на железную дорогу И вот эта двойная перегрузка, она имеет значение для экономики всего проекта Это надо считать Вот руководитель нашего ведущего, нашей ведущей компании РЖД Олег Валентинович Белозеров кивает головой Видимо, я попал туда, куда надо Это действительно такая экономическая субстанция Там нужно внимательно считать экономику проекта А по времени это будет, если говорить от Северной Европы, от Петербурга до Мумбаи, скажем Это будет по времени примерно столько же, сколько и мы планируем маршрут северо-юг По экономике, не знаю, повторяю, надо считать Мне кажется, что наш маршрут будет эффективнее Ну и никуда не денется интерес к использованию Суэцкого канала Я думаю, что те, кто полагает, что это какой-то нанесет ущерб Суэцкому каналу Я сомневаюсь На мой взгляд, этого не будет Ну и, наконец, последнее Объем перевозок растет Увеличивается каждый год И, на мой взгляд, чем больше этих маршрутов, тем лучше Спасибо Сейчас несколько вопросов Вернемся внутрь страны Мы находимся в Владивостоке, в городе, где много праворульных машин Сейчас я объясню, почему я спрашиваю Зал наверняка разделится на две равные или неравные части Одни уже наверняка думают, что же делать, как быть А другие думают, ну, хорошо, что это пройдет мимо нас Вам сразу скажу, повезло У вас Аурус, Нива и Волга А вот многим российским чиновникам не повезло, наверное Потому что вы сказали, что нужно будет пересаживаться на отечественные машины В 90-е годы такая попытка была, провалилась Где гарантия, что сейчас все-таки все получится? И на какие машины им пересаживаться? Вы знаете, тогда машин-то не было А сейчас есть Да, они, может быть, как-то поскромнее выглядят, чем Мерседеса или Аудио, которые в 90-е годы начали закупать в огромных количествах Ну, ничего, я думаю, нам нужно брать в этом смысле Пример на многих наших партнеров Например, с партнеров в Индии Они в основном делают упор на производство и использование автотранспорта, произведенного в Индии Здесь премьер-министр Моди абсолютно, мне кажется, правильно делает, что продвигает людей Делай в Индии, правильно? Значит, у нас есть этот транспорт И надо его использовать Это абсолютно нормально Это не нарушает никаких наших обязательств в рамках ВТО Абсолютно не нарушает этот госзакупки А нужно выстроить определенную цепочку кому чего положено И ездить на отечественных автомобилях И, ну, вы, наверное, знаете Были предложения продолжить эти закупки Это несложно сделать Логистика налажена Закупки иностранных машин Да, да, да Значит, ну, я сказал, что у меня большие сомнения Нужно ли продолжать эту практику Мягко говоря Все правительство и управление делами президента Выстроили эту цепочку кому чего положено А пусть ездят на отечественных машин Когда увидим первых чиновников? Вот сейчас Сейчас будут закупать Вопрос, он в практическом плане стоит О закупках Сейчас будут закупать Я, честно говоря, не знаю, когда же там начнется Вот сейчас Про китайские машины я сейчас спрошу Импорт китайских машин в этом году вырос на 543% По прогнозам в этом году в нашу страну везут почти полмиллиона китайских автомобилей Мы не боимся, что они сметут все наши машины И мы теперь попадем в зависимость от китайского автопрома Да нет, мы же развиваем совместно эту работу Вот машина Грейт Волт, она же начала Где-то под Москвой там Хавала в Туле собирается В Туле, да, в Туле, да Мне презентовал губернатор Ну что, хорошая машина Мы же развиваем свой автопром И слава богу, что все больше и больше развиваем на собственной базе Увеличиваем уровень локализации Да, и москвич будет производиться Недавними только мэр Москвы докладывал о том, как идет там работа Так, и Лада будет развиваться Надо делать это, понимаете, на собственной базе Конечно, вот когда наши производители Производили машины почти стопроцентные Значит, сборка автомобилей из иностранных запчастей Ну что здесь своего-то Локализацию будем поднимать Да, это требует времени Но это правильно с точки зрения развития автомобильной промышленности В стране на собственной базе Мы не собираемся закрываться целиком и полностью Здесь вот на коленях что-то делать Вот Ауру сделали Сделали Но стоит он сколько? Да, это стоит, потому что мало производят Пойдет в Сирию по-настоящему И в два раза дешевле все будет Да, это требует времени Ну, зато это будет, собственно, развитие Это приобретение компетенции Восстановление компетенции Это налоги внутри страны Это рабочие места Ну, что говорить Всем понятно, что здесь сколько составляющих Но при этом мы намерены сотрудничать с теми, кто с нами хочет работать Спрошу... Ну, а чиновники тут точно должны ездить на отечественных машинах Тема, связанная с машинами, это цены на топливо Вы взяли это на личные контроли Тем не менее, последние данные Дизель уже больше 61 рубля Бензин тоже дорожает У многих я вижу в глазах уже вопрос, что происходит И это я вижу еще там в дымовых всяких чатах Где люди начали обсуждать цены на топливо Почему так происходит? И будем ли мы исправлять эту ситуацию? Да, конечно, правительство этим занимается Связано это, я думаю, что здесь производители наши Те, кто производит депродукты, они правы Правительство должно было бы своевременно реагировать Были приняты соответствующие решения, как известно Но не так давно Для того, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка Потом эти механизмы были отменены Но правительство не среагировало своевременно на вот эти изменения на мировом рынке В связи с ростом цен на нефть Ну, это регулируемая позиция Мы вчера только с Игорем Ивановичем Сеченым разговаривали У него своя позиция есть Но в целом производители и правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время Для нас очень важно обеспечить сельхозпроизводителям Да, Минсельхоз уже был тревогом Да-да-да, дизелькой Но ее просто физически стало не хватать Но сейчас физически она появилась Есть вопрос в регулировании цен Было много механизмов В 2009 году, когда я возглавил правительство Российской Федерации Было принято вот такое решение Толстое вот такое, фолиант целое Значит, наше взаимодействие с компаниями топливно-энергетического комплекса страны и правительство И все там было детально расписано Сейчас оно действует, кстати, это постановление, но не применяется Здесь применяются другие инструменты, так называемые демпфер Я уже сказал, в чем его смысл Баланс между внешними ценами и внутренними Но его ополовинили, и он не стал так эффективно работать, как работал до этого Инструменты известны, договоренности есть Надеюсь, что это отразится на реальном положении Про счетную палату хочу спросить С ноября прошлого года остается без руководителя В чем причина? Алексей Леонидович Кудрин был настолько хорош, что ему никак не могут замену найти И зачем тогда его отпускали в Яндекс? Во-первых, у нас не рабовладельческий строитель Он захотел перейти на работу в бизнес Мы не можем его насильно там держать Хотя он был, конечно, на своем месте Он и министром был хорошим финансов Но палата работает, счетная палата Работает эффективно Уже тысячи проверок Проверки там производятся Не помню, они, по-моему, на 1,6 триллиона рублей выявили нарушений То есть там есть исполняющие обязанности Но это на качество работы палаты не влияет Я думаю, что когда ситуация созреет Когда парламент подберет соответствующую кандидатуру И правительству Этот кадровый вопрос будет решен Он не является чем-то таким, что мешает работать Я Яндекс не просто так упомянул Недавно был создан сайт Официальный сайт Аркадия Воложа И там написано следующее Я специально этот статус прочитаю Израильский предприниматель, родившийся в Казахстане Сооснователь одной из крупнейших в Европе интернет-компаний Яндекс Я напомню, что Волож родился в 1964 году Когда Казахстан был частью Советского Союза Но в биографии сейчас нет никакого упоминания про Советский Союз Есть у нас и другие бизнесмены, которые публично высказывают свою позицию В том числе позицию по отношению к специальной военной операции Для вас грань, которую нельзя переходить, она где находится? И даже эту грань нельзя переходить тем, кто, например, создавал национальное достояние, как вот Яндекс Ну, послушайте, это не у меня эта грань должна находиться Это должна находиться в сознании и должна оставаться на совести тех людей, которые делают определенные заявления Но, как правило, как правило, хочу это подчеркнуть Связано это со стремлением этих людей сохранить свой бизнес, сохранить свои активы Тем более, если люди перебрались и решили связать свою жизнь с другой страной Ну, он живет в Израиле И я могу себе представить, что, чтобы жить там на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями Он вынужден делать определенные заявления Сидел же, молчал долгое время, потом решил сделать заявление Ну, дай Бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живется Нас это, особенно, честно говоря, не задевает Ну, а вообще, в целом, если посмотреть Ну, если человек, как бы, вырос на этой почве, да Получил образование, стал успешным в чем-то Ну, чувство совести должно быть в отношении той страны, которая ему все дала Я сейчас не волнушу имею в виду Он талантливый человек, создал действительно хорошую компанию И не на команду подобрал Не его имею в виду, а в целом Ну, да, можно себе представить, что человек не согласен с тем, что делают сегодняшние власти Имеет он право на то, чтобы высказывать свою оппозицию? Конечно Да, ну, и здесь тоже существует много нюансов, правда? Можно встать на позицию, значит, наших противников геополитических, да И им подыгрывать и тем самым наносить ущерб своей стороне Можно вести себя по-другому Здесь много нюансов Человек сам внутренне определяет для себя Значит, он кто такой? У него есть какое-то чувство национального самосознания? Или он вообще хочет мимикрировать и чувствовать себя уже не русским там человеком, не рожденным в Советском Союзе, а кем-то другим Ну, человек сам для себя все выбирает Я вас уверяю, что рядовые, вот рядовые граждане России, наши люди, они все прекрасно чувствуют И все прекрасно понимают Никого не обманешь Ну, если выбрал для себя еще какую-то новую судьбу Ну, пускай попробую себя там заявить, проявить и добиться результата Потому что, кто бы ни был, какие бы результаты не добился, он добился и здесь И не факт, что добьется там того же где-то там в другом месте Ну, это их выбор Про новую судьбу, вдогонку еще один вопрос В июле вышла статья независимого эксперта из Глазга в российском журнале «Вопросы экономики» Глазга в Шотландии Называется она «Неплатежи» Я в курсе Я для зала говорю, я не сомневаюсь, что вы в курсе Называется статья «Неплатежи в российской экономике 90-х» Непредвиденный институт Знаете, кто автор? Анатолий Чубайс Но он реально представлен в этой статье как независимый британский ученый У меня вопрос, вы британским ученым вообще доверяете? Да Вы знаете, я ученым доверяю Вне зависимости от их национальной принадлежности Если это серьезные люди, серьезные исследователи Я не просто доверяю, я восхищаюсь их работой, их жизнью, результатами их работы Потому что настоящий ученый, он погружен в ту тему, которой занимаются И эти люди всю свою жизнь кладут на вот это дело, которому они ее посвятили Это, конечно, всегда даже жизни своей не жалеют И примеров не из числа И в нашей стране, и за рубежом Но если занимаются дурачеством Ну это, конечно, не ученые, это же квази тогда ученые Они развлекают публику Ну это тоже неплохо, пускай подурачатся Хотя можно в цирк сходить, в цирке что-то посмотреть Но то, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется Я вообще, мне показали какую-то фотографию из интернета Где он уже не Анатолий Борисович Борисович, а Маше Израилевич какой-то там живет Зачем он это делает? Я не понимаю, что он удрал? Ну там, понимаете, может быть, связано еще с тем, что идут сложные процессы Вот в этой структуре нанотехнологии, которую он возникал долгие годы И там большая дыра, огромная дыра, значит, такая финансовая Значит, ну да-да, да, правда Я сейчас не буду даже цифры называть Большие цифры Вот, но там, слава богу, нет каких-то уголовных дел, преследования Может быть, с этим связано Потому что он опасается, что в конечном итоге это все приведет К возникновению каких-то уголовных дел Поэтому он перешел, в Израиле даже перешел на нелегальное положение Нафига это ему нужно, я это, честно говоря, не понимаю Мнение человека, который работал в Дрездене, да? Ну чушь какая-то Еще пишет, но не глупый человек Может, он, я не читал эту статью, может, он ничего-то дельное написал Поэтому Правда, судя по всему, вот такая деятельность Деятельность во главе компании, большой Которая была создана для развития нанотехнологий По всякому случаю, с экономической точки зрения С финансовой Она, похоже, ему явно не удалась Вопрос, как ни странно, про приватизацию и деприватизацию Есть сейчас идея новой приватизации в России Но и тема, которая очень сейчас сильно волнует бизнесы Обсуждается здесь, в кулуарах ВЭФа И в Москве они говорят, это деприватизация Когда государство, как бы, можно сказать, забирает активы в свою пользу И таких случаев уже несколько И бизнесмены говорят о том, что мы не понимаем Изменились правила какие-то Или как нам смотреть в будущее в этой ситуации То есть тема достаточно острая, как вы ее прокомментируете? Никакой деприватизации не намечается Никакой деприватизации не будет Вот это я вам могу точно сказать То, что прокуратура активно работает По отдельным направлениям, по отдельным компаниям Правоохранительные органы имеют право оценивать То, что происходит в экономике, в конкретных случаях Но это не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации Этого не будет И Игорь Викторович мою позицию знает Игорь Викторович Да, он кивает головой тоже То есть бизнес должен быть уверен, что кошмарить, как вы говорите несколько раз, его не будут Кошмарить никого не будут Но все должны соблюдать законы Российской Федерации А если не соблюдают, то тогда должны быть готовыми к тому, что и прокуратура, и Следственный комитет И счетная палата Все эти структуры Они внимательно будут и дальше следить за тем, что происходит В том числе в сфере экономики И призывать всех к исполнению российских законов Но преследовать кого-то и только по факту того, что человек бизнесом занимается, никто не собирается И продолжение темы Больше того, я хочу подчеркнуть еще раз Особенно в сегодняшних условиях В целом российский бизнес ведет себя в высшей степени ответственно В высшей степени ответственно И сохраняет рабочие коллективы Налаживает новые логистические цепочки Активно себя ведет Конечно, во многих случаях востребовано появление нового класса Молодого класса бизнесмена Это тоже правда Но никто не знает Не говорит, что нужно решать вопросы самодеприватизации И что-то переделить Нет, этого не будет Глава РСВП Александр Николаевич Шохин Дал тоже нам РБК-интервью Вчера и сегодня оно появилось С нами есть такая цитата Есть вопросы касательно новых собственников национализированных активов Если какой-то актив приходит в госсобственность Куда он девается? Это вопрос, который волнует бизнес Если что-то обращается в собственность государства Дальше существуют процедуры, предусмотренные законом Если это попадает в руки государственных структур То они в соответствии с законом могут им распорядиться А здесь только открытие конкурса Про бизнес и развитие частной инициативы Сегодня так получилось Такая дата Я сейчас попрошу вас тоже поаплодировать 12 сентября 1959 года СССР запустил межпланетную станцию Луна-2 Она стала первым в истории аппаратом Который достиг поверхности Луны Давайте скажем спасибо тем, кто делал эту станцию А как мы знаем, Луна-25 не смогла Поэтому вопрос следующий Не пора ли нам задуматься о том, что может быть и в космосе Вести какую-то частную инициативу Илон Маск успешно запускает И вас как-то не расстраивает тот факт Что мы начали терять лидирующие позиции в мировом космосе Нет, ну понимаете, космос это сложная, ответственная работа Связанная, конечно, со взлогими технологиями У нас здесь не просто наработки У нас отличные компетенции Что касается посадки на ту площадку Где тоже еще никогда никто не прилунялся Ну да, это сложная работа Конечно, там будет проведен анализ соответствующий Работа будет продолжена Жаль, конечно, что там прилунение не состоялось Но это не значит, что мы программу это завершили Будем работать дальше А что разве в других странах и не было никаких ЧП подобного рода Даже более тяжелых, с тяжелыми последствиями Конечно, это всегда связано с неизвестностью Поэтому ничего здесь такого нет Необычного Хотя хотелось бы, чтобы все на этот раз удалось Но мы будем эту работу продолжать Будем усиливать даже отдельные направления Что касается частного бизнеса Илона Маска Он, безусловно, выдающийся человек Это надо признать Я думаю, что это и признают во всем мире Во всем мире Активный, талантливый бизнесмен У него многое получается В том числе и при поддержке американского государства Мы со своей стороны тоже намерены развивать эту работу И в Роскосмосе принято уже решение Поддержанное правительством Что мы будем привлекать Мы уже привлекаем частных инвесторов В эту сферу деятельности И достаточно успешно Появились новости, что вы поедете на Восточный Чего ждать от этого визита? У меня там есть своя программа соответствующая Когда я это приеду, узнаете Хорошо Договорились Проблема демографии Она касается и России, и Дальнего Востока Вы сейчас сами сказали, что за Уралом У нас живет 12 миллионов человек И статистика, она официальная По данным Росстата За прошлый год население страны сократилось на 555 тысяч человек Как по-вашему, почему, несмотря на все меры, которые предпринимает государство Нам не удается переломить ситуацию демографии? Вообще, по-моему, нигде не удается Если тенденция есть такая Минусовая То преодолеть ее очень сложно Это связано с огромным количеством вводных Которые не специалистам даже трудно понять Связано это с уровнем жизни Со многими приоритетами Которые возникают у семей У женщин детородного возраста Репродуктивного возраста Потому что хочется получить образование Потом начать карьеру Первый ребенок появляется под 30 лет Второго уже не просматривается И так далее Есть очень много составляющих Что касается России Я же много раз об этом говорил Специалисты это знают У нас два спада огромных Которые дали нам небольшое Относительно Небольшое количество людей Которые могут воспроизвести новое потомство Это 1943 год 1944 Когда было резкое падение рождаемости И начало 90-х, к сожалению Вот Начало 90-х годов В том числе Когда активно функционировал Анатолий Борисович Чубайс С команды Значит Ну, знаете Здесь и можно посмеяться Они много сделали Для того, чтобы Предпринять шаги К резкому переходу На рыночные Рельсы экономики России Трудно сказать Кто и как Мог бы сделать лучше И как Критиковать всегда проще Но, во всем случае Делали они это жесткими мерами Это привело в том числе К развалу Развалу социальной системы Мы практически полно К обнищанию народа И к резкому падению рождаемости Не по-своему А такому же Как во время Великой Отечественной войны Как в 1943-1944 годах И поэтому Вот эти два провала Большие Все время волнами идут Все время Время от времени Через несколько лет Через 10, по-моему Сколько, 15 лет Значит Опять мы опускаемся В эту демографическую яму Значит Появляются люди Которые достигают Где-то родного возраста Но их по определению Меньше становится Вот И сейчас мы вот В такой фазе находимся Тем не менее У нас Многое делается Для этого Был момент Когда у нас Рождаемость Увеличилась Вошла В позитивное значение Здесь На что мы должны Обратить внимание На продолжительности жизни У нас Она растет В 21 году В 21 году Она была 71 год Средняя продолжительность Жизни в стране А сейчас 73 с лишним 73 Там мы по-моему И 6 даже Был момент По-моему В июне Этого года Там 74 Даже Был с небольшим Вот Если год в году Считать Значит Второе Нужно конечно Смертность уменьшать Да И рождаемость Есть еще Один способ Это Миграционный приток Значит Поэтому Нам нужно За каждым фактором Над каждым фактором Работать Вы упомянули о том Что мы проводим Целый комплекс мероприятий По поддержке Семей с детьми По поддержке Материнства Детства Сейчас мы даже Не будем Причислять Это целый Большой набор Мы ввели Материнский капитал Увеличивая его объемы Ввели этот Материнский капитал На первое рождение На первого ребенка И так далее И так далее И так далее Ну Надо наращивать Эти меры Надо Работать В сфере Здравоохранения Над поддержкой Материнства Детства Все это будем делать Но Значит У нас Вот даже Совсем недавно Мы фиксировали Естественно Прирост населения К сожалению Не смогли удержать Эту тенденцию Работать надо Напряженно По всем направлениям В том числе Кстати говоря И в информационной сфере При поддержке Общественности Средств массовой информации Поднимать престиж Материнства Отцовства Значит Делать Делать Побуждать Побуждать Людей Да Иметь хорошую Здоровую семью Укреплять Наши традиционные Ценности В том числе Кстати говоря И религиозные Ценности Это большой Комплекс Работы Будем работать Но это нужно делать Конечно Всем обществом У меня бабушка Которая 96 Десятая в семье Была Сейчас таких семей Не встретишь Практически Ну есть Почему Мы же вот Стараемся поддержать Многодетные семьи Там есть И десять И больше Детей Вопрос Который выходит Из темы Демографии Демографы Высшей школы Экономики Подсчитали Чтобы сохранить Население России На уровне 146 миллионов Человек Каждый год На протяжении 80 лет Нужно ввозить По 390 тысяч Мигрантов При негативном Сценарии Потребуется 1,1 миллион Мигрантов В год Вы не видите В этом опасности Не превратимся ли мы Как в некоторые Районы США Или в Бельгии Сейчас в Антверпене Там что-то происходило Связанное Связано с мигрантами Когда невозможно Будет войти Например Полиция В этот район Да Конечно Мы должны Это иметь в виду И ни в коем случае Не допустить Такого развития Событий В нашей стороне И Это очень Чувствительный Момент В жизни Российского Государства Экономика Конечно Требует Использование Трудовых Мигрантов В отдельных Секторах Больше всего Это в строительном Секторе По-моему 12 с лишним Миллионов Поэтому 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 Это вопрос Такой Чувствительный Очень Очень Связан И с экономикой И социальной Сферой И с Моральным Состоянием Общества Нам безусловно Нам кстати Легче Чем В западных Европейских Странах Или Штатах Потому что Все-таки У нас приток Из бывших Республик Советского Союза Во-первых Нам с ними Легче работать Руководители Экстрант Все понимают Готовы с нами Сотрудничать Мы сейчас Со многими Государствами Осуществляем Программы До въездной Подготовки Тех людей Которые Нам будут То есть О чем Речь О том Чтобы они Изучали Русский язык Изучали Законы Российской Федерации Надо Чтобы люди Понимали Что Если они Приехали В другую Страну Они Обязаны Соблюдать Наши традиции И культуру И так далее Там много Работ Здесь Нам нужно Продолжать С ними Работать Это Кстати И для Наших Граждан Наших Граждан Российской Федерации Очень важно Чтобы не было Раздражителя Какого-то Со стороны Миграционного Притока А это Самое Главное Мы Конечно Прежде всего Должны думать Об интересах Граждан Российской Федерации Но Если уж Необходим Приток Мигрантов То тогда Нам нужно Выбирать Все-таки Прежде всего Тех Которые Именно Нужны Для развития Экономики Есть еще Один Способ Он И Простой И Сложный Одновременно Простота Заключается В том Что Нам Может И Не Потребуется Такого Большого Притока Мигрантов Если Мы Будем Вводить Новые Технологии Которые Не Требуют Большого Количества Работников Но Это Значит Как раз Решение Другой Задачи Технологического Развития Страны Обновление Производства Производственной Базы И так И в этом В этом Сложность Потому что Это не сделаешь Сегодня На завтра Это требует Большое Капиталовложение И Действия Уверенные Работы По этому Направлению Но Способов Решения Этой Проблемы Непростой Их Немало Надо Только Работать Будем Это Делать Сейчас Задам Вопрос Который С каждым Днем Требует Все Как Ответа Острее И Острее Начну с того Что сейчас Только что Завершились Выборы Региональные Единый день Голосования В этом году В три дня Проходили Сразу Несколько Регионов Дальневосточного Федерального Округа В них Участвовали Поздравим Тех Кто победил На этих Выборах Три года Назад Вы сказали Когда вас Спросили А вы приняли Решение В честь В президентских Выборах Вы сказали Что пока Еще нет Сейчас До выборов Остается Полгода Вы по-прежнему В раздумьях Но в соответствии С законом Решение Парламент Должен Принять В конце Года Вот когда Решение Будет принято Будет объявлено Выборах Дата будет Названа Тогда и Подговариваем Хорошо Тогда Можно будет Спросить Снова Спрошу Тогда Про Президентские Выборы В США Что вы ждете От них Они в следующем Году Тем более Что сейчас Там происходит Довольно Странные вещи И мы понимаем Что Трамп Может оказаться В любой момент Может быть Арестован А что нам Об этом думать Я думаю Что принципиальных Изменений На российском Направлении Во внешней политике США Не будет Кто бы ни был Избран президентом Правда Мы слышим Что господин Трамп Говорит Что он За несколько дней Решит Острые проблемы В том числе И украинский кризис Ну Это не может Не радовать Это хорошо Но Нам по большому счету Кстати он Хоть его там Обвиняли В особых связях С Россией Что полный чушь И бред собачий Но 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 он Больше всего Вел санкции В отношении России На президента Поэтому Чего Ожидать от нового Будущего Кто бы Не был президентом Нам трудно сказать Но вряд ли Что-то изменится Кардинальным образом Потому что Нынешние власти Настроили Американское общество В антироссийском Ключе и духе Вот в чем Сиде Они Вот это сделали А теперь Как-то развернуть Этот корабль В другую сторону Им будет очень сложно Первое Второе Они рассматривают Россию Как Эссенциального Постоянного Противника Или даже Врага И вбивают Это в голову Простого Американца Потому что Это плохо Потому что Это настраивает Общество Хотя Несмотря на это У нас И в Америке Очень много Людей Которые нам Хотят Выстраивать С нами Хорошие Дружеские Деловые Отношения И Более того Разделяют Многие Наши Позиции Прежде всего Конечно С точки зрения Сохранения Так называемых Традиционных Ценностей И у нас Много там Друзей И много Единомышленников Но Конечно Их подавляют Поэтому Кто там Будет избран Нам неведомо Ну И кто бы не был Избран Вряд Изменится Как я уже Сказал Такой Вектор Антироссийской Политики США Если уж Мы затронули Извините А у нас Что касается Преследования Трампа Но это Конечно Для нас То что происходит В сегодняшних Условиях На мой взгляд Это хорошо Почему Потому что Это показывает Всю гнилость Американской Политической Системы Которая не может Претендовать на то Чтобы Учить Других Демократии Все что происходит С Трампом Это преследование По политическим Мотивам Своего Политического Конкурента Вот что это Такое И делается Это на глазах Общественности США И всего мира Они просто Обнажили Свои проблемы Внутренние И в этом смысле Если они Пытаются с нами В чем-то бороться Хорошо Потому что Это показывает Кто с нами Борется Показывает Как еще В советское Время Говорили Звериный облик Американского Империализма Да Звериный оскал Мы помним Такое Я хочу Привести Если уж Мы затронули Эту тему Еще одну Цитату Но сейчас Специально Не буду Говорить Кто это Написал В конце Скажу При изучении Китайской Таиландской Любой Африканской Историей Культура Считается Необходимым Испытывать Уважение К ее Своеобразию По отношению К русскому Тысячелетнему Восточному Христианскому Христианству Западные Исследователи Во множестве Испытывают Лишь презрение И удивление Почему Этот странный Мир Целый материк Все Не принимал Западного Мировоззрения И все Не шел По столь Явно Преимущественному Западному Социальному Пути Россия Решительно Осуждается За все В чем Она Не похожа На Запад Вот Вы сейчас Сказали Про Экзистенциального Врага А этот Стат Между прочим Из Солженицына Который Сам Уезжал Отсюда Жил На Западе А потом И вернулся Как по-вашему В чем В чем Кроется Причина Вот Такого Отношения К нам Во-первых Я хочу Сказать Что Мое Личное Общение С Солженицем Александром Александром Александровичем Убедило Меня В том Что Он Был Настоящим Истинным Патриотом России Он В известной Степени Был Националистом В хорошем Смысле Этого Слова В Цивилизованном Смысле Этого Слова И поэтому То Что Он Сказал Такие Вещи Для Меня Неудивительно Это Первое Второе Вот Все Что Связано С Соотношениями Между Россией И Западом Связано С Геополитическими Интересами Западных Стран И Атаки По всем Направлениям В том числе И В Сфере Духовной Сфере Они Продолжение Вот этого Геополитического Противоборства Конечно Запад Давно Стремился Скажем Катализировать Россию Перетащить Ее Вот Святой Престол И Когда Это Не удавалось Начинали Искать Самые Различные Различные Инструменты Как Как Представить Нашу Страну Какой-то Империи Зла Хотя Об этом Рейган Сказал Но На практике Это Со средних Веков Все А мы Что Дальше Все Тянется Как Только Возникал Значит Как Только Россия Становилась Сильнее Становилась Реальным Геополитическим Геополитическим Конкурентом Именно Конкурентом Сразу Начиналась Политика Сдерживания России Так же Как Сегодня Запад Пытается Сдерживать Развитие Китая Потому что Видит Что Китай Под руководством КПК Под руководством Нашего Друга Председателя КНР Развивается Семи милленными Шагами Это Повергает Их В шок И они Делают Все Для того Чтобы Затормозить Развитие Китая Но Это Не удастся Сделать Они Опоздали Все Поезд Ушел Это Объективный Процесс И дело Не только В Китае И Делали В Индии Допустим В Индонезии Новые Новые Центры Силы Будут Развиваться А То Что Делают Некоторые Западные Страны В ЛОИ США Это Попытки Сдерживания Пойдут Им Только Во вред А вы можете Нам секрет Приоткрыть Помните Си Цзинбин Когда приезжал Я секрет Не открываю Я же КГБ Хорошо Тогда Поделитесь Пожалуйста Информацией Если можно Си Цзинбин Приезжал Мы помним Все то видео Когда вы Прощались С ним И он Сказал Мы начали Перемены Которых Не было Сто лет Что он Имел Ну вы знаете Мы же Говорили Сназум Наголос Четыре Часа Среди Там Очень Много Нюансов Деталей Я могу Только Сказать Что Мы Действительно За последние Годы Достигли Беспрецедентного Уровня Наших Отношений Это касается Всех Сфер нашего Взаимодействия Вот мы Сегодня С китайской Делегацией Встречались И по Данным Китайской Статистики Объем Товарооборотов Даже больше Чем По Данным Нашей Статистики У нас Все Есть шансы Не знаю Получится Или нет Конъюнктура Всякая И ценовая И валютная Смотрите Как это будет влиять Может быть Даже уже в этом году Достигнет Товарооборотов 200 миллиардов Не важно Даже конкретные цифры Важно Что мы Активно Развиваем Наше Сотрудничество У нас Действительно Удивительные Отношения Сложились В сфере Международной Безопасности И согласования Наших позиций Мы действуем В интересах К друг другу Стараемся Прислушиваться К друг другу По очень многим Важнейшим Направлениям Прислушиваться И слышать И реагировать И на правительственном уровне И на уровне Глав государств На Министерском уровне По линии Органов безопасности И по линии Военных Роганов Сотрудничество Достигло Достигло Беспрецедентно Высоких Показателей Но вот что интересно Мы же не создаем Военных союзов И мы не дружим Против кого-то Мы дружим В интересах Наших народов Так и будем Работать дальше Звучит все здорово По отношению Я с Китаем Но есть И Некоторые проблемы Я пообщался С бизнесменами Что называют Например Китай не спешит Открывать производство В России Готов в основном Поставлять только Готовую продукцию Внутренний рынок Для наших товаров Несырьевых Открытым назвать нельзя Кроме того Мы не видим спроса Китайских инвесторов На инструменты Российского рынка капитала В чем затык Ну вы знаете Значит Китай Самостоятельная страна И Китай Прежде всего Исходит из своих интересов И мы тоже Так же делаем Ну и своих интересов Говорить о том Что мы Значит Что мы Не реагируем На запросы Другого Неправильно Вот Один из Один из таких Чувствительных Моментов Как Открытие рынка Китайского рынка Для наших Угольщиков Для горняков Ну В Китае Тоже есть Проблемы В угольной отрасли Они тоже Хотят Чтобы Их Горняки Поставляли На внутренний рынок Свою продукцию Тем не менее Открывают рынок Для Нашей Угольной промышленности Открывают И достаточно Прилично Да Мы Не можем До сих пор Договориться По свинине Понимаете У них Есть свои Контракты Правительство Особенно Не лезет В отношениях С бизнесом У которых Налаженные Связи Нам нужно Решить вопросы ЧАЭС С Болезнью свиней Да Ну Чего же У нас Это было Надо Закрывать Эти проблемы Это все Текущие Вопросы Требующие Работы На разных Уровнях Взаимодействия Мы двигаемся По каждому Из них И уверен Что Будут решаться И те проблемы О которых Вы заговорили Но нам тоже Нужно Активнее Работать И показывать Наше Преимущество Китайские Наши партнеры Реагируют Вы говорите Не открывая их Предприятие А в Туле Что открыли Автомобильный Завод Автомобильный Завод Каждый Не открывает Открывают Значит Но им тоже Нужно смотреть Каков рынок Сколько вложений Они сделают Как окупятся Эти вложения Значит На нашей стороне Это уже Вопросы Которые мы Должны решить И предоставить Инвесторам Ну Хорошие условия Мы Мы Неплохо Работаем В Высокотехнологичных Областях Мы продолжаем Возводить В Китае Атомные Электростанции В немалом Количестве Это то Где мы Безусловно Являемся Лидерами И Демонстрируем Очень хорошие Результаты Внутри страны И на международном Уровне И китайские Партнеры Это оценивают И дают нам Эту работу Дают нам Эти площадки И мы Хотя И сами У них Развивается Атомная энергетика Но Учитывая Определенные Конкурентные Преимущества Наших Предложений Они Идут на это Мы Должны договориться В области Широкофизеляжных Самолетов Это сложная Работа Но Мы двигаемся Хотя Переговоры Идут давно Но тем не менее Скажем В области Бертолетостроения Где у нас Очевидные Конкурентные Преимущества Ну В мировом Плане Работаем Там Совместно С Китайцами И Вот эти Самолеты С большой Грузоподъем Вертолеты С большой Грузоподъемностью Будем Производить Тоже Договоренности Есть В космосе Работаем Где Несмотря на Определенные Проблемы У нас Тоже Есть Конкурентные Преимущества И они Спокойно Идут на Эту совместную Работу Но Мы должны Признать Что И Китайская Народная Республика Еще раз Хочу Подчеркнуть Под руководством Сегодняшнего Сегодняшнего Лидера Добилась Больших Результатов В сфере Высоких Технологий Мы должны С ними Проговорить Все это И Такая Работа Идет Проговорить Все это Посмотреть А где Их Выгода Для Сотрудничества С нами Тоже Дать Хорошие Условия Это Нормальная Нормальная Коммерческая Деятельность Но Важно То Что Она Основана На Очень Хорошем Прочном Фундаменте Взаимного Доверия И Я уверен Что Будем Двигаться Вперед Про Высокие Технологии Вы сказали Наверное Не знаете Но Сейчас Китайцы Напугали США Тем Что Они сделали Свой чип 7 нанометров И поставили В новые Да Они Эти напугали Они напугали Что они Большие Их Полтора Миллиарда Экономика Развивается Семимильными Темпами Вот Чем Они Напугали Это Вот Проблема